Продолжение следует... Как-то немножко вроде стало скучно, но все равно я свое будущее видела только с той компанией и меня в принципе все устраивало. Как-то вот смирилась с той целью, что вот нет прямо там далеко, да, каких-то взлетов, потому что все равно всегда есть надежда, что идти вперед. И вот в 10-м году, это было как раз конец мая, мне... Я просто вот для многих хочу сказать, как вообще партнеры там могут найтись иногда, суть-то. И мне в конце мая пришел цветочек в интернете в одноклассниках. Ну и со мной начала женщина из Нижнего Новгорода переписываться. Я говорю, вы знаете, меня бизнес никакой не интересует, у меня есть бизнес, помимо этого есть традиционный бизнес, нет и все. И вот вы знаете, она так ненавязчиво, в принципе, аккуратно меня к продукту подвела. И я так думаю, ну, я говорю, короче так, вы от меня особо не ждите каких-то, но мне понравилось это слово вообще алоэ, продукт вот этот понравился, я давай в интернете что-то искать. Думаю, ну почему нет, очищение, там что-то похудение, вот такое. Я ей говорю, вы мне скажите, как зарегистрироваться, то есть я вообще еще не знала, что здесь там, ну, Атила и так далее, как зарегистрироваться. В Красноярске еще не было ни склада, вообще ничего не было, и я об этом не знала. Она мне сказала, я говорю, как запуститься, ну, она говорит, на две коробки. Ну, не вопрос, я оплачиваю в Москву, и мне через две недели примерно вообще продукт пришел. Ну, буквально до этого я случайно узнаю у нас в интернете, что приезжает в Красноярск Атила, да, ну, тут, я так понимаю. Из разных структур, ну, не важно, это как бы вот именно мой случай. И я просто своему мужу и брату говорю, слушайте, пойдемте просто послушаем на Атилу. То есть я не связывала свою деятельность вот с этой компанией вообще. И мы узнали, где купить билеты, и мы вот, если честно, так втихаря пришли туда, нас вообще никто не знал. Единственное, что я сделала, я две коробки, еще брату говорю, слушай, ну, давай тоже две коробки возьмите, там, жене надо похудеть. Он еще говорит, да отстань, у меня нет денег, давай я заплачу и так далее. То есть вот с таким багажом мы пришли туда. Там было человек, наверное, ну, может, 40. Это вот была уже группа Анны Шведовой, которые там начинали работать. Оборот тогда где-то составлял в Красноярске коробок 40. И мы пришли и тихонечко там сели, посидели. То есть вообще не собирались строить бизнес. Это я вот для многих хочу сказать, что в жизни, может, будут совершенно не те люди, на которых вы сегодня ставки ставите. А может, вот такой случай, как вот со мной произошел. А еще, ну, та женщина мне написала, ну, потом сказала, что тоже Атила, ты там к нему подойди. Все, я говорю, да я не буду бизнес строить. И мы пришли, договорились не светиться, чтобы нас все-таки мы из другой компании и в уголочке сидели. В перерыве так получилось, что мой муж подошел, катили, давай разговаривать. И вы знаете, наверное, с этой минуты наш бизнес там начался. Потому как, пообщавшись с нами минут 15, вся вторая половина этого семинара была посвящена нам. Мы ничего не понимаем. Говорят, так, Саша, ты будешь менеджером через месяц. Мы не то, что, вообще я не знала ни плана, ни что там, супервайзер. Вообще ничего вот этого мы как бы не знали. Ну вот, потом Атила нас пригласил в гостиницу. Мы пообщались, он показал нам деньги, деньги показал, да. И мы, я даже не знаю, приняли тогда решение или нет. Но в голове было смятение сильно, потому что есть какая-то команда, есть какой-то бизнес. И мы были преданы настолько. И вдруг вот, это как мужа, наверное, поменять, да. Вот любил-любил, а потом начинаешь как-то. То есть вот эти муки определенные были. Мы съездили еще на семинар в середине июня по предыдущей компании. Ну вот, было уже так плохо на душе, очень плохо было. И я приехала, приняла решение. Я сообщила своим спонсорам. Ну, были, конечно, там определенные проблемы, уговаривали, потому что на нас ставили ставки определенные. Я говорю, дайте мне две недели вот все это взвесить. И вот, если честно, конечно, вот очень часто бывает, кто-то в какой-то компании, и вот долго меджуется, там что-то придумывает, придумывает, да. И сам себе создает головные боли. Надо или рубить с плеча, или нет. И я все объявила. И так получилось. Вот сейчас как раз с плана начну. Можно, не понимая бизнес, не понимая строить. Я, еще не получив продукцию, начиталась столько. Я влюбилась в этот продукт, просто влюбилась. И я давай всем о нем рассказывать. Я всем рассказывала, и все мои знакомые, неважно из того бизнеса или нет, все по-разному, неоднозначно кто-то отнесся, запускались по две коробки. То есть не было там полторы тысячи, все, мы даже этого как бы не понимали. И мы через две недели едем на первый семинар. Я уже, оказывается, супервайзер. 59 коробок прошло у нас за две недели. Не видя товара, я всегда говорю, когда есть склад, когда есть все. Что не хватает. То есть это вот отношение какое-то должно быть. И вы знаете, вот еще такой момент расскажу. Мы приехали на семинар, и когда я на супервайзер плюс, ну, говорят, что вот еще столько же, ну, 60 и 60, ты менеджер. Я, вы знаете, вот, меня очень многие запомнили с того супервайзера, когда я три раза поднимала руку, говорю, я не понимаю. То есть я знаю, как в предыдущем бизнесе это было достаточно сложно и трудно сделать. Выдерживать там то, другое, третье. А здесь вот, я это-то не поняла, как сделала. Еще, оказывается, надо. Я снова поднимаю руку и говорю, вы скажите, и все, и все, и менеджер? Да. Ну, и мы приехали, 80 с чем-то коробок сделали, потому что так выехали на обучение. И вот получился менеджер. Так вот, смотрите, в чем суть? Ну, все знают, что три цены есть, да? Все три цены. Я знаю, что многие до сегодня, то есть есть цена розничная, розничная цена, цена нового дистрибьютора и оптовая цена. Всем это понятно, да? Ну, по какой цене лучше брать? Конечно, по оптовой. А почему у нас очень часто бывает, люди подключаются, да, и по цене нового дистрибьютора берут? Вот есть у меня даже вот здесь тот человек, который партнер сегодня в Питере, она, наверное, в течение года, ну, так ходила потихоньку и брала, и брала, но жалко же сразу, да, сделать, взять и сделать две коробки. Очень много такую ошибку совершают, когда они не подписывают людей, а стараются им продать и заработать вот эти 43% разницу положить в карман. Вы знаете, вот никогда этого не делала, и не советую вам, вы должны просто даже убедить человека, выгоду ему показать, да ты подпишись, зачем я тебя буду таскать там, и все. Вы же и так получите разницу с розничной цены, это все понимают? То есть подписав человека по цене нового дистрибьютора, компания вам и так заплатит эту разницу, но человек уже будет привязан к компании, у него будет интерес, он понимает, что вы на нем не наживаетесь. И поэтому сразу в любом случае человека лучше подключить, будет он потом, не будет. Я думаю, что у нас есть такие случаи, когда человек подключился, а через год начинает активно работать, видя какие-то результаты. А если вы его не подключили, завтра вы придете сюда, этот человек будет сидеть здесь, его подключил кто-то другой. То есть это мое видение, и поэтому я, ну, как бы рассказываю вот из своего опыта. Далее, вот как мы сейчас строим бизнес, у нас огромная такая команда, и у нас очень много молодежи, да, и вот они какую-то новую волну внесли, и у нас они подключаются сейчас так. Ну, то есть я как-то в принципе тоже рекомендую всем, если человек приходит на продукт, ну, не вопрос, он, конечно, может там по полторушечки, по две, по три тысячи покупать, и в течение двух месяцев выйти на оптовую цену, ну, разные кошельки у всех, да, но все-таки обязательно всегда нужно рассказать вот эту разницу. Если он берет себе коробку, которую кредит нам компания предлагает, то он все-таки экономит сразу там более трех тысяч рублей. Ваше дело рассказать. Мы иногда жалеем, жалеем, заглядываем в кошелек, и очень часто потом говорят, а почему ты мне не рассказала, в принципе, это и со мной произошло. Вот женщина, которая здесь, как бы у нее там проблемы со здоровьем были, думаю, ну, что я ее буду напрягать, вот там что-то подумает. Сегодня она говорит, какая я была глупая, если посчитать, сколько за год я переплатила денег. Она брала пол, коробки по-разному всяко, кому-то возила, да. Один-единственный раз, если человек особенно идет на бизнес, вы просто должны его убедить, потому что, вы понимаете, это же бизнес, да, и мы должны что-то сначала отдать, чтобы потом получить. Или человек подключается, ничего не покупая, ничего не покупая, старается кого-то подключить, проверить, ну, точно не работает бизнес. Если вы пришли на бизнес, да, если кто сегодня не сделал две кредитные коробки, ну, честно говорю, результат будет плачевный, ничего не будет хорошего. Один раз найдите в себе силы мужества найти эти деньги, даже если их нет, потому что, ну, представьте, вы открываете какой-то бизнес, там, палатку, вас же никто без денег, ничего не будет, то есть этот бизнес, который может принести огромные деньги, да. И вот мне когда сказали на две кредитные коробки, я просто даже не знала, честно говоря, что можно по-другому. Она мне не говорила, там, на полторы или как-то можно. Я сразу заказала две кредитные коробки, ух, и все хорошо. Мало того, что вы их взяли, даже если вы никого подключать не будете, 5% вы будете получать всегда. Это вот, чем мне нравится этот бизнес, что вы один раз сделали и никогда не упадете. В любой другой компании это надо подтверждать. Подтверждать, люди выходят на огромные уровни, покупают уровни, а потом сваливаются непонятно зачем. Здесь, ну, две кредитные коробки, но я думаю, 14 тысяч это не такие большие деньги. Можно, конечно, по 2, по 3 тысячи покупать и покупать и покупать, да, в течение двух месяцев. Но опять, я не понимаю, кто тогда бедный, кто богатый, если более 3 тысяч вы переплачиваете. Один раз купил, себя зауважал. Я вот сейчас ребятам предлагаю, сейчас вот, ну, разное, тут обучающее все, в кучке вас еще не очень много. Но если вот это реально будет, закончился месяц, да, вот как мы это делаем. И в начале следующего месяца мы обязательно всех поздравляем, тех ребят, кто сделал там ассистент, супервайзера и дальше. Приятно. Кто-то блокноты дарит, ежедневники, там, кружку даже вот нашу фореверскую, цветочки. Человеку приятно. И другие мотивируют, смотрят, он сделал, а я-то почему нет, да. А еще когда поднимут, кто у нас тут ассистент и супервайзера и так далее. То есть вы должны как бы своих партнеров поздравлять, мотивировать чем-то и объяснять, что вот две коробки выгодно. У нас сегодня мы работаем так. Две коробки берешь себе и плюс для друга. Вот у нас это сейчас настолько работает, у меня пришла молодежь, подключают на 4 коробки. То есть ты берешь себе, вот мне очень нравятся продукты форевер номер один, я вот ее люблю безумно. И у меня, наверное, в команде больше всех вот именно эта коробка уходит. Человек, который покупает для себя. У нас, знаете, есть даже такие бизнесмены подключаются, говорят, так мне же надо продать. Я вот не понимаю вот этого. Как бы не было денег, как ты можешь продавать, если... А я, говорит, буду врать, что я это пробую. Ну не работает, ну не работает реально. Ну, по крайней мере, хоть коробку и коробку. Если даже кто-то идет на здоровье, ну продукты форевер, там все. Там можно и очищение чуть-чуть что-то добавить, и плюсы для дома, все-все. Ну идеальная коробка, это вот мой вариант, она или быстрый старт. Мне очень нравится, уж в крайнем случае быстрый старт, там можно половину продать, половину себе оставить, если на то пошло, да. Ну вот у нас сейчас работают, предлагают сразу, две коробки ты берешь себе, а две у тебя дома стоят для друга. Как только, бывает выходной, бывает офис не работает, кто-то в гости пришел, человек готов сегодня купить, а завтра, завтра он уже потратит тебе деньги и будет не готов. Вы ему раз, допустим, две кредитные коробки. И вы знаете, работает. Вообще, ну все, наверное, знаете, что у нас очень хорошо Казахстан работает, да. И вот они, они вообще не понимают, меньше четырех коробок, как запускать. И мы как-то были на семинаре, молодой человек стоит, ну я не знаю, ему, наверное, лет 20, он уже менеджер, и подходит ко мне и говорит, я как посмотрю, сколько в России народу, у меня даже голова лопается, что у них-то народу мало, а посмотрите, какие результаты. Четыре коробки, вы знаете, работает. Не такое-то, если человек приходит сюда, и хочет зарабатывать там, ну хотя бы 50, 70, 80 тысяч, то четыре коробки это нормальный старт. Это дубликация, потому что придут люди и скажут, допустим, подключился человек на полторы тысячи, да. А какого он хочет партнера? Ну хотя бы на две коробки, да. А партнер ему говорит, а ты сам на сколько подключился? Ну вот, понимаешь, вот у меня не было на полторы, ну крайне редко, когда человек подключится на две коробки. Это нереально. То есть нужно, если ты хочешь чего-то добиться в этом бизнесе, надо что-то сначала отдать. Это 100%. Я хочу сказать, у меня приходят такие ребята, которые ну вообще вот, ну вот все плохо в жизни, все вот на дне лежат, да. И они находят деньги на эти две коробки, и начинается старт. И вот, знаете, даже, все-таки вот мы считаем с 10-го года, у меня есть кто в 11-м, 12-м году подключались, и кто сегодня уже в пределах 100 тысяч получает зарплату. Это есть и за 60 лет женщины, и у меня с моей дочери, это ну как бы такой самый молодой менеджер в России, похвастаюсь, 22 года, она сегодня старший менеджер, она больше 100 тысяч зарабатывает. Но это только ее заслуга, не моя. Как получилось? Человек подключила я ее, и она так. Мама, хорошо, все здорово. Подключают своего друга, подключают друга. Сегодня это молодой человек, это вот я для молодежи хочу сказать. Виктор Гришан, ему 25 лет, он в топ-5 по неменеджерскому вошел, да. Он не хотел вообще, он даже на презентацию свою подругу не отпускал, вообще не хотел слушать. Мы его свозили на семинар, мой зять подарил ему билет. И вот с этого парня начался бизнес в группе моей дочери. И когда в прошлом году, в феврале, она увидела 50 тысяч, они там делали активность немножко, 50 тысяч они получили зарплату, они начали с этого работать. Понимаете? Поэтому, как вы запуститесь? Ну вот он запустился, он сразу купил 20 банок Алоэ. Две кредитные коробки у него получилось, Виктор Гришан. И вы знаете, да, он переплатил что-то, но он быстро это продал. Ну, себе там пару банок может взял, у всех по-разному может быть. Кто хочет быстро вернуть, ну вот кто-то, ну, всякие бывают ситуации, всякие. Идеальный вариант, вот эти две кредитные коробки сделали. Он ассистент супервайзера и началось. То есть сегодня это старший менеджер, сегодня это автомобильная программа. И достаточно достойные деньги, да, вообще не хотел. Поэтому и сегодня он в группе запускает меньше, чем на две коробки у него вообще нет. Две-четыре коробки. И мы идем дальше. Ассистента супервайзера. А вообще вот тут есть кто-то, кто еще не ассистент супервайзера из тех, кто давно? Есть, да? Не ассистент. А, ну, я думаю, потому что, вот, правда, себя даже не будешь уважать, когда рядом стоящий человек покупает гель алоэ на 150 там или сколько рублей дешевле. Это ж надо на сколько себя не любить и, ну, я не знаю тогда, кто богаче и кто беднее вот в этом случае. То есть обязательно выйдите сразу, себя зауважайте, сделайте раз. Раз и на всю жизнь. То есть вас никто не будет заставлять. Здесь очень хорошо, что на первом этапе, вот кто, ну, может, не очень хорошо строит бизнес, не верит, нет никакой вот такой активности до уровня супервайзера. Это все, наверное, знают, да? И поэтому такая расслабуха. Ай, а потом, а где деньги, а где деньги, да? Сделали две кредитные коробки. Что мы делаем дальше? Даже до двух кредитных коробок. Я когда начинаю со своими партнерами общаться, приходит человек в бизнес, да? Приходит, ну, вот хочет бизнесом именно заниматься. Я говорю, давай мы с тобой решим, а тебе это зачем надо? Зачем? Вот понимаешь, надо, ну, что-то придумать, ради чего ты этот бизнес будешь строить. Потому что здесь же иногда надо чем-то жертвовать, да? Что-то менять. Я всегда говорю, это из той зоны комфорта. А зона комфорта, она не обязательно богатый человек. Она может бедная, ну, хорошая. Пришел, полежал, телевизор посмотрел. Это ж надо вставать. Это ж надо кому-то говорить. Это надо же с кем-то общаться. Понимаете? И вот эта зона напряжения, туда не очень хорошо хочется. Поэтому я сразу разговариваю. Зачем я буду тратить время, если человек не хочет? Если человек хочет, здесь надо понять, зачем он это будет делать. Вот что у него? Кто-то может хочет там машину крутую купить. Кто-то здоровья. Кто-то вообще хочет из той ямы вылезти, да? Но для этого надо какие-то цели поставить. Сначала мы ставим вот эти цели и планируем. Ты будешь делать так, как надо? Или так, вот, приду, посмотрю, приду, посмотрю. То есть вот начинаешь как бы серьезно работать. Составили список своих знакомых. Это вот самое богатое этого бизнеса. Я всем говорю, ребята, не пишите тех, этот будет, этот не будет. Пишите всех подряд, кого вы знаете. И даже кого сегодня вы давно-давно не видели. Вот где-то ваш одноклассник, где-то вы раньше работали, где-то кто-то с кем-то встречался. Вы это все напишите в список. Вы знаете, очень случайно бывает, что вы с этим человеком встретитесь. Тем более сейчас вот интернет, это такая штука. Я кучу своих вот одноклассников нахожу в одноклассниках. Буквально вот сюда лететь за день до этого. У меня была близкая-близкая подруга. И 30 лет назад мы потерялись. Все, вот, ну, нет никаких координатов. И вдруг я еду, она мне звонит, Таня, привет. Я говорю, ты откуда? Все. А она мне говорит, я там слышала, ты занимаешься алоэ, ты там какая-то шишка. Я говорю, все, я сейчас прилетаю, я к тебе приезжаю. Представляете, даже мы еще не успели поговорить, у кого какое семейное положение, что она уже об этом знает. Понимаете, интернет, все. И поэтому вы в список, она у меня была в списке, но я не могла ее найти. И искала в одноклассниках, она как-то была на фамилии мужа. И не могла, она меня сама нашла. И поэтому очень часто бывают те люди, на которых вы ставите ставки, получается все в точности наоборот. Но мне повезло, что меня поддержала моя семья. То есть мы этот бизнес с мужем строим. Строим мой первый партнер, это мой брат родной, который сегодня старший менеджер, и который вот сейчас с нами и на Сардинию, и на Гавайи летит. То есть это те люди, ну понятно, дочь, дети, вот в этом плане мне повезло, да, что поддержали. Но даже если не повезло, своим результатом, своим терпением, вы обязательно им покажете, чтобы не было страха. И вот этот список, пишите всех, вот правда. Я говорю, даже вот может он не в Питере, а вы его неизвестно где-то встретите. И этот человек может быть, ну вот вашим хорошим партнером. Потому что вот тот Виктор Гришан, о котором я вам говорю, у него в бизнесе нет ни одного своего знакомого. Это все люди, которых он нашел в интернете. Он нашел женщину, которая за 60 лет, та женщина привела, привела кучу. Вот в этом месте она старшим менеджером становится, хорошие деньги зарабатывает, он никогда ее не знал. Вот предложение. Он познакомился с женщиной в одноклассниках, она главный врач стоматологии. Она его пригласила на бизнес-амвей, а так как он немножко об этом знал, он пришел и оттуда вышел с договором forever. И сегодня она очень-очень активная у нас, понимаете. Вот куча таких примеров я могу вам привести. И поэтому, что нужно сделать, если вы серьезно разговариваете, тогда, дорогой партнер, давай так, две коробки. Или ты их за два месяца делаешь, или лучше всего сделай. Вот я никогда не поверю, я понимаю, что я очень сама жалею своих партнеров, людей, вот когда говорят, нет денег. Я всегда говорю, если сейчас, это вот пример такой банальный для всех, подогнали новый Мерседес и говорят, ребята, вот за 100 тысяч рублей срочно надо отдать. Но я думаю, тут все руки-ноги переломают и найдут эти деньги и купят. Нет цели ради чего. И если вы вот в этом бизнесе, когда рассказываете партнеру, объясняете ему две коробки, если он сейчас сделает, что он может увидеть дальше, вот это человек должен увидеть вот ту перспективу. Многие говорят, ну куплю я, кому я буду это продавать. Вот мне всегда нравится, когда вот это говорят. Я вам скажу о себе, я никогда не думала, когда даже в первый сетевой проект шла, кому я буду продавать, и вообще, кто за мной пойдет, все. Я не думала. Я думала только, что мне это нужно. Потому что тот момент, когда я вообще в сетевой бизнес пришла, в традиционном бизнесе у нас было очень все плохо, куча-куча кредитов, долгов, то есть вот так, вот так надо было. Не было ничего. Даже на первый семинар, чтобы поехать, мы взяли очередной кредит, не знаю, как нам его дали, и поехали. И вот с того момента, когда я попала вообще в сетевой бизнес, все в моей жизни стало меняться. Вот не знаю, как это объяснить, какие силы, все. То есть все началось как-то решаться, все эти вопросы легче, легче. И сегодня я уже в ту жизнь я вообще не хочу. Вот прям вообще не хочу. И поэтому цели поставьте. Если сегодня вам хорошо, ну, конечно, можете ходить тут потихонечку, кто-то покупать, кому-то рассказывать. Вас никто не слушает. Вас будут слушать тогда, когда вы будете абсолютно уверены, и поменяете отношение и к бизнесу, и к продукту. Я вот тут как-то была в какой-то день, мне понравилось женщины. В любом случае, хоть они говорят, пока у нас бизнес не идут, мы так любим продукт. Это вы, да, были? Да. Мы так любим продукт. Вот это уже важно. И если вы вот об этом хорошем продукте, любимом, вот так же будете с душой говорить, ну, рано или поздно за вами пойдут, рано или поздно пойдут. И поэтому запуск самый такой, ну, лидерский, хороший, если вы хотя бы хотите, хотя бы 50, 70 и 80 тысяч зарабатывать, ну, запуск надо на две коробки сделать. Ассистент-супервайзера. Не забывайте только поздравлять своих партнеров. Это, вот поверьте, очень важно. Мы, когда поздравляем, человек выходит, мы ему даем слово. И вы знаете, он говорит, почему, зачем, как получилось. Кто-то другой слушает. И вы знаете, как ему, ну, здорово, как ему хочется тоже. И в следующий раз он хочет здесь стоять. Вот у меня разные партнеры, вот разных там социальных слоев, всего возраста, всего разное. И вот так радуешься, смотришь, когда он начинает двигаться, он вообще не верит своей силе. Потом начинаем планировать. Давай будем планировать. То есть ассистент-супервайзера, в принципе, неплохо. Ассистент-супервайзера, значит, это два месяца, и вы две кредитные коробки. Две кредитные коробки 5%. Ну, неплохо. У нас есть ассистенты-супервайзеры, и по 20 тысяч, и по 25 зарабатывают. Хороший широкий фронт. Работают, работают потихоньку. Вот их это устраивает, да. Заставить человека невозможно. Единственное, вот, промотивирует. У меня есть люди, которые сегодня достаточно, ну, достойные деньги и так зарабатывают в какой-то жизни, и им нравится вот эта суета какая-то. Но основная масса, основная масса, я все-таки думаю, в бизнес сюда приходит, наверное, 90% все-таки зарабатывает деньги. Поэтому надо ставить цели, ставить какую-то планку. И вот каждый спонсор садится со своим партнером, говорит, давай. Ну, понятно, если у него два партнера, о чем еще говорить? Здесь нужно пока работать вот с партнерами. Приглашайте, приглашайте, помогайте. Потому что человек сам не может ничего рассказать, не может ничего рассказать. Здесь нужно третье лицо какое-то. Вот даже вот он умный, грамотный, хороший, хорошо говорит, а человек его не слышит. Поэтому обязательно нужен спонсор, и как-то вот это работает. Но единственное, не привыкать к этому. У меня есть такие партнеры, которые уже менеджеры, и до сих пор давай-давай. Это бизнес будет мой, а не их. Не будут ни уважать, ничего. Все-таки человек должен сам быть уверен. Почему? А там уже какая-то помощь добить. Уже, допустим, спонсор поможет. А так получается, не получается. Я думаю, что новые люди все равно ничего не понимают. Да, я вот иногда приглашаю на маркетинг-план людей, которые вообще далеки от этого. Выходит, говорит, ничего не поняли. Хоть кто, хоть как, хоть хорошо рассказал. Я сама точно так же. Я уже менеджером далеко была, и вообще ничего не рассказывала. То есть все, вот у меня на эмоциях, мне это нравится, у всех по-разному. А кто-то вот активно кружочки рисует, рисует, рисует. Ну, все четко рассказывает. Человек послушает и пойдет. То есть вы должны дать вот какую-то мечту человеку. Зачем? Я не знаю, даже сидящие из вас сегодня, многие ли верят в свои силы. Поверьте, вы знаете, недавно у нас было мероприятие, там в Красноярске небольшое, и я даже не знала, у меня муж как бы создал фильм про меня, вот про форевер, все вот эти путешествия и все. И вы знаете, честно говоря, когда я смотрела со стороны, я сама не верила, что это вот со мной происходит, и что это так, потому что еще несколько лет назад я на таких же других смотрела, и вот. Поэтому вот любой, сто процентов может. Усилие, все вместе, друг другу помогайте, отдавайте, обязательно получится. И потом вот смотрите, ну вот допустим вы, да, и появился у вас вот даже один какой-то партнер. Вот именно партнер, который запустился на две коробки, и который чего-то хочет. Вы ему дали надежду. И вот здесь, ни в коем случае вам нельзя самому расслабляться, вы должны даже этого одного маленького партнера любить. У меня есть подруга в Америке, она в Форевере 10 лет, она врач из Москвы, 20 лет живет в Америке. Она мне когда-то сказала такую мысль, мне очень понравилось, говорит, своих партнеров нужно любить, надо им звонить, постоянно о них помнить. Я вот каждый день, другой раз муж говорит, что ты так долго в одноклассниках сидишь. Я утром встану, всем цветочки отправлю, всем хорошие слова отправлю. Что-то, и каждый раз кто-то пишет, ой, слушай, Тань, вот как раз вовремя, вот как раз все как бы здорово, у меня вот какая-то расслабуха. И она говорит, вот представьте, значит, голуби, ну там, клюют там, допустим, зерно, и вы вдруг так раз рукой махнули, они раз все улетели. А если вы говорите, гули-гули-гули-гули-гули-гули, как они будут? Очень важно любить своих партнеров, любить, какими бы они ни были. Вот такие разные бывают. И зануды бывают, и какие-то негативные, и все. И вот я сейчас смотрю, вот за эти два года, пока мы в этом бизнесе, как люди меняются. У нас недавно женщина, вот она в этом месте менеджера закрывает, она вообще бизнес-тренер, да? И она прям такая умная, такая все, она первый раз, когда со мной встретилась там, ой, я еще в сетевом не была, я сама обучаюсь сетевиков все. И вот сегодня она начала работать, и вот сейчас мы ее поздравляли как ассистента менеджера, она мне так, она сейчас как первоклашка, вот так все слушает, учится, может она умеет красиво говорить, может она умеет правильно стоять, она умеет, а вот в бизнесе это другое, это другая профессия, поверьте. И она вот тут недавно сказала, знаете, что больше всего мне нравится? Я начала любить всех. Меня уже ничего не раздражает, даже где-то в офисе какие-то проблемы, еще что-то. То она сначала как пришла, она меня замучила, она в Москву жаловалась, то не так, то не так. И мне понравилось, что она призналась, то есть понимаете, здесь человек меняется, она говорит, я вот научилась это, и вот сейчас я приеду, буквально с ней едем в Иркутск, потому что у нее там уже люди серьезно подключились, и будем там работать. Поэтому любите и относитесь, но вот к ним, ну вот с душой. И вот получается, появился у вас партнер. И опять, вот еще такой момент, это тоже, я со своего первого семинара вынесла, не давите на людей, и не пихайте им батон. У нас, помню, один американский лидер рассказывал, я вот как сейчас его помню, вот уже 7 лет прошло, он говорит, вот представьте, поймали вы голубя, и батон ему запихиваете туда, в глотку, да? Как будет? Он подавится. А если представьте, голубь бежит за вами, а вы вот так по крошечке кидаете, идете, понимаете? И поэтому у меня сегодня есть даже подруги, есть знакомые, ну вот уважая меня, ну вот так вот всякое, всякое, вот терпение, время, я вижу, человек не хочет на эту тему слушать, да не надо его давить, я сразу перехожу на другую тему, или шуткой, вот не так, что со злом, а я начинаю, говорю, да, у меня даже внучка говорит, ну ты, Татьяна, только алоэ тебе, говорю, да, только алоэ, она выходит и говорит, видимо, там уже мама говорит, ну вот, были все бедные, техничками, теперь все стали богатыми, ну нормально, нормально, к этому надо ко всему с юмором относиться, и нормально, у меня буквально недавно есть подруга, мы 20 лет знакомы, и я, она знает, что вот 7 лет я как вообще с сетевым бизнесом занимаюсь, я даже с ней боялась эту тему, потому что я видела, у нее сразу в глазах, если она даже какую-то банку увидит, она учительница, работала, работала до определенного момента, и буквально, то есть я даже ей не предлагала продукцию, вот она прямо, как бы у нее вот эта злость была к тем, кто чего-то добивается, деньги зарабатывает, ну я это видела, хотя по душе она была классный, хороший человек, и буквально вот в этом году, в этом году, в Одноклассниках пишет, Татьяна, слушай, я хочу, а мы как раз уже из закрытого города переехали в Красноярск, я очень хочу с тобой увидеться, и значит, я хочу, чем ты занимаешься, я говорю, ты что, заболела? то есть это вообще как, откуда, да? она говорит, а меня сократили, и вы знаете, вот сейчас уже полгода, она супервайзер, мы с ней работаем, буквально вот неделю, я как раз была в 45-ке, она говорит, как я тебя ругаю, ну почему ты до меня не достучалась хотя бы два года назад, вот так, и сегодня она послушная ученица, она говорит, господи, я это вот с другой, ну вот по-другому это видела, я так это люблю, она рассказывает, у нее результаты у мамы, там у дочери, у мужа, у себя, вот она как учительница, теперь вот мы с ней, представляете, как мне приятно ей помогать, хотя когда-то, когда-то, когда первый раз, мне только, моя племянница предложила сетевой бизнес, себя вспоминайте, как вы среагировали, я не дала ей слово сказать, я говорю, ты вообще успокойся, я еще с банками какими-то не занималась, я не просто ее не послушала, я ее вывела из бизнеса так, что сегодня до сих пор она меня не слышит, вот так, она говорит, тетя Таня у нас умная, она знает, она горела, девчонка, ей так нравилось, это тоже как бы МВ был, а я через полгода к другим людям подключилась, вот как получалось, она вышла, вышла вот напрочь, и говорю, что сегодня она медик, она карьеру строит, и вот я начинаю говорить, и чувствую, чувствую, что она, вот, ну знаете как, вот, ну вот, как-то вот корежит ее, я говорю, Оля, ну давай, у тебя проблемы, ты двое детей, все, но я знаю, что все равно я достучусь, я достучусь, потому что, ну, как-то надо вот подход, не надо вот так, чем-то, может продуктом, я начинаю дарить кому-то, еще что-то, поэтому понимаете, вот главное в бизнесе, даже не вот эти все кружочки, не все, а вот ваши отношения, человек видит, что у него какая-то проблема серьезная, ему вообще там с мужем разводится все, а вы тут пытаетесь, даже сегодня прийти, человек должен прийти сюда с настроением, и чего-то хотеть, да, поэтому вот для меня это очень важно, и поверьте, в бизнесе это важно, и еще вот такое, как бы, я так сразу попутно с этим, говорю, общайтесь, вот мне вот, я хороший командный игрок, мне вот без разницы, кто из какой структуры сегодня здесь, потому что forever это одна семья, это одна команда, и если мы не будем друг друга поддерживать, поверьте, мне никогда не жалко своих знаний, у нас когда в офисе кто-то из параллельной структуры подходит, я еще больше выкладываюсь, рассказываю, рассказываю, мне так хочется приятное кому-то сделать, поэтому не будьте такими, у меня была ситуация, когда я в этот бизнес подключилась, я не знала продукт, я вообще ничего не знала, и мне надо было где-то искать, и есть у нас менеджер, значит, я смотрю, у нее группа какая-то, ну вот как много групп, одноклассников по Аллою, я хотела туда подключиться, она говорит, а мы чужих не пускаем, и не делимся, и вы знаете, может это меня даже как-то смотивировало, мне было, ну как-то очень обидно, я думаю, ну она же не сама это придумала, она же сама у кого-то взяла, ей жалко что ли, я всех приглашаю, пожалуйста, я там отправлю, кому нужна какая информация, потому что у нас очень много наработок, давай почту, я тебе отправлю все, но случилось, что потом, когда мы уже закрыли взмывающего менеджера, и я не удержалась, на сцене сказала, говорю, вот сегодня в зале сидит женщина-менеджер, ну от силы, может она 5 коробок сегодня делает в месяц, когда-то она мне отказала в информации, просто в информации, сегодня где она и где я, поэтому никогда не жалейте своих знаний, да, это не перекрест по бизнесу, консультировать по бизнесу вы не можете, но это мое мнение, и я вам от души говорю, не жалейте своих знаний, вот мне, вот честно, никогда не жалко, если, дай бог, здесь в Питере сейчас любая структура заработает, я искренне буду радоваться, искренне буду радоваться и как бы помочь, почему я еще хочу на эту тему сказать, в этом году к нам приезжал Ермит Бухаршин, это номер 2 в Казахстане, это человек, который зарабатывает огромные деньги, мы очень долго с ним общались, и он сказал, вы знаете, что в этом бизнесе самое главное, команда, дружба, мы вот все одна команда, да, и мы должны друг другу помогать, он говорит, у меня иногда бывает, я еду в другой город работать со своими партнерами, а там по какой-то ситуации партнеры что-то не готовы, меня параллельная структура просит, и я, говорит, читаю, читаю там, ну как бы, свои вот эти планы, и сегодня, вот сейчас мы будем на семинаре, будет параллельная структура, где человек закрыл старшего менеджера только благодаря ему, ему это приятно и тем, поэтому отдавайте свои знания, насколько вы знаете, вот вам точно вернется взамен, вот сто процентов, и вот вы подключили, ну даже одного партнерчика, я вам могу сказать, что вот я у своего спонсора, ну в принципе, вот больше у нее нет менеджеров, она сама менеджер, но сегодня от моей структуры, от того, что она цветочек бросила когда-то, в топ-10 чеков она всегда входит, в России, то есть у нее менее там 4,5-5-6 тысяч долларов не бывает, только от того, что она бросила цветочек, и вот наша самая сильная структура, что-то сбоку у нее там есть немножко, да, но понимаете, даже один человек, которого вы будете лелеять, он может вам принести огромные деньги, огромные деньги, я думаю, 5 тысяч долларов, и 6 у нее тысяч долларов бывает, да, от одной структуры, и она ни разу не была в Красноярске, ни разу, ее не знает практически моя команда, я ей благодарна за тот цветочек, который она мне бросила, но я думаю, что она тоже благодарна, я вот смотрю, даже когда там на сайте появилась, что я здесь буду выступать, она уже там всем пишет там, ну ей, конечно, приятно, что такой партнер, хотя мы абсолютно разные люди вообще, и мы, ну как бы не очень даже общаемся, поэтому у вас в команде может быть любой человек, но вы его должны, ну как ребеночка, потому что, знаете, очень обидно бывает, когда подключился человек, я думаю, многие из вас подключились, горели желанием, потом немножко это все утихло, и вы опять в ту жизнь закрутились, и все, и вот здесь как раз и спонсор, и вы сами как спонсор, вы не должны бросать своих людей, ну не знаю, меня совесть мучает даже за тех людей, которые сегодня, ну может где-то как-то отошли, я об этом постоянно думаю, и как-то стараюсь, не все получается, не все, допустим, раз вот у меня какой-то супервайзер, и, ай, надоело ему все, никто не хочет, пошел куда-то занимается, все равно я постоянно говорю, а у нас вот, а у нас вот, а новый журнальчик, а еще что-то, а он же видит, что кто-то растет, скажет, е-мое, пришел человек после меня, хуже было, уже получилось, что-то значит во мне не так, всегда, я всегда говорю, не люди виноваты, которые за вами не идут, виноваты мы сами, когда мы что-то не даем, количественный фактор встреч, поехали дальше, один, значит, у вас появился партнер, и вот смотрите, вы ассистент-супервайзер, две кредитные коробки, и он, две кредитные коробки, ноль, да, вы от него, вы получите первый раз с розничной цены, а потом вроде ноль, да, ну, нафиг, не интересно, лучше, пусть они у меня дистрибьюторами будут, я каждый месяц буду получать, нет, вот первое время, ну, лучше пусть будет мало, пусть будет мало, ищите еще и еще таких, да, и вот смотрите, здесь я всегда говорю, пример даже такой может быть, пришел какой-то студент, какая-то бабушка, да, вот он запустился, ну, пусть на полторы тысячи рублей, всяко бывает, тут заставить невозможно, если человек хочет, даже так, подключил кого-то, кто-то купил, допустим, на три тысячи рублей, кто-то купил на полторы тысячи рублей, разные, вот он умеет, хорошо организовывать, нет у него на сегодня никак денег, кто-то купил на одну кредитную коробку, а кто-то купил на две кредитные коробки, и вот представьте, полторы тысячи рублей отдав, полторы тысячи рублей отдав, с двух тысяч, допустим, да, он получит, там, грубо говоря, рублей пятьсот, он получит, разницу с родичной цены мы же получаем, выгодно, выгодно, зачем продавать, ну, здесь примерно, грубо говоря, триста пятьдесят, здесь там тысячу триста, и здесь получит примерно три тысячи, посчитайте, Сколько человек на уровне ассистента-супервайзера может заработать, отдав только полторы тысячи. Он заработает деньги, он уже может дальше-дальше двигаться. То есть даже на таком уровне можно делать. Ищите лучше себя, ищите лучше себя. Обязательно получится, потому что у меня сегодня в команде есть такие люди, которых я заслушиваюсь. У меня есть менеджер Замфира Мизбаб. Она настолько знает продукт, все. У меня дочь недавно к ней подходит и говорит, Замфира, можно мы вам будем доплачивать? Вы каждый раз рассказываете. Она готовит темы, она это с такой душой, у нее такая память феноменальная. Она настолько, она просто ветеринар по жизни, и в предыдущем бизнесе у нее ничего не получилось. Сегодня это менеджер и уже как бы неплохой доход. Поэтому разных людей ищите. И вот это если вот такой вариант малого бизнеса, кто хочет вообще сначала увидеть, что компания платит денег. Огромные деньги. Мы строим серьезный бизнес, и вот с двух коробок... Значит, у нас там... Ой, супервайзер будет. Я немножко не так рисую, не ступенька и так вот решила. Вот смотрите, вы строите команду, составили список, и вы распланировали. Вот я сегодня своему партнеру, который здесь, говорю, давай так сделаем. Вот месяц. В этом месяце, допустим, ну пусть пять коробок. Начинается, да? Никто ж не заставит. Там вот пять коробок сделали. Следующий месяц ты увеличивай. Увеличивай хотя бы на одну, на две коробки. Вы ставьте цели своим партнерам. Вот сделал он две коробки. А давай-ка, вот кому мы там подписали, а кого... А давай, смотри-ка, тебе вот тут еще коробочку бы не хватало. Давай мы до четырех коробок этот месяц. Давай каких-то партнеров. То есть вот, знаете, когда ставите цели, планы, тогда получается. Я всегда, ну как бы ставлю определенные. Я вот хотела, допустим, этот год закончить, чтобы выйти и на разделение прибыли. Игл, наверное, же все. Я это поставила. Я же не знала, как сработают мои партнеры. Но я с каждым партнером им цели ставила. Партнеры подтянулись, потому что со мной еще две семейные пары едут на Сардинию, игл-менеджер. Они ведь тоже хотели для себя. Вот в этом бизнесе чем хорошо? Ты не будешь успешный сам, если не будут успешны твои партнеры. Даже для того, чтобы попасть на разделение прибыли, надо, чтобы под тобой хоть один человек сделал 600 кредитных коробок за год. Тут все очень взаимосвязано. Поэтому, смотрите, мы сделали ассистента-супервайзера и начинаем строить дальше. Появляется какая-то группка людей, а давай-ка мы выходим на новый уровень на супервайзера. Да, супервайзер это уже 8%. Но мы планируем как? Не свои коробки. Сейчас я куплю в этот месяц 10 и следующий 15. Хотя у нас есть, запускаются из-за 25 коробок, люди где нет офиса, ничего, какой-то отдаленный район, они запускаются, открывают офис и так. Я не призываю никогда к этому. То есть вот смотрите, ты две коробки, а под тобой еще партнеры есть две коробки, там-там. И в общей сложности за первый месяц вы сделали 10 кредитных коробок всей командой. У команды должна тоже помогать. Вы должны им сказать, вот сейчас мы двигаем, потом мы будем двигать тебя. То есть все должны заинтересованы. Бывают иногда партнеры, когда говорят, да ну сейчас он станет там супервайзером, не буду я делать. Вот точно самое прилетит и ему. Поверьте, здесь думайте о своем спонсоре, потому что вы точно так же к вам будут относиться. Я всегда говорю, о спонсоре или хорошо, или ничего. Понимаете, это человек, который вот родил вас. И поэтому уже если вы за ним пошли, за этим человеком, если этот человек не работает, переходите выше. Кто есть выше, работайте дальше или как я. Я вот вообще без спонсора работала, и видите, что получилось. То есть ничего не зная, результат обязательно получится, если вы будете двигаться. И поэтому вы со своей командой садитесь и планируете. Так, вот в этом месяце ты, ну вы смотрите, человек что может, у него нет никакой команды, ну хотя бы давай две коробочки мы с тобой сделаем. С одним, со вторым. И все, прошел месяц, 10 коробок есть. Ну представляете, какой хороший этот бизнес, что второй месяц этими же людьми только чуть-чуть увеличить. Вот понимаете, в том бизнесе, в котором я была, там каждый месяц надо держать их кучу. Это очень тяжело, поверьте, да. Здесь одни и те же люди, но они же тоже пришли строить бизнес. Они кого-то приглашают, вы им говорите, так, кого ты пригласишь сегодня, давай будем говорить. Ведь знаете, самое главное не то, что вам откажут. Я всегда своим партнерам говорю, вы свою работу сделаете, вот ты рассказал, тебя послали, ты-то работу свою сделал. И говорите, говорите планы. Я вот сейчас почему-то вспомнила, в предыдущем бизнесе я слушала одного лидера, и он говорил, вот порой бывает некому рассказывать. Я, говорит, своей собаке Доберман Пинчер, говорит, рассказывал план. Понимаете, один раз, говорит, стою около доски, пришли гости, ну там пригласил. И рассказываю, рассказываю, говорит, поворачиваюсь, все ушли. Ну ему не помешало стать огромным-огромным лидером, понимаете, вот ваши отношения. Ваши люди вам отказали, они себе отказали, они не вам, поверьте, отказали. Бизнес идет в Казахстане, на Украине, в России он только начинается. Не эти, следующий. У нас вот сегодня в команде, не в моей команде, а в параллельной, может быть, слышали, там на сайте есть такой роман, тертычный, да. Вы знаете, я не знаю, в этом, в следующем месяце он закрывает взмывающего менеджера. Это человек, бывший охранник, пришел больной, из предыдущего бизнеса никаких результатов не было. Прошлое не очень хорошее, не очень хорошее, я думаю, он об этом расскажет, да. Авторитета не было вообще. Первого человека он пригласил, женщина-пенсионерка из другого сетевого бизнеса, он ее пригласил на план, просто прийти для количества. Она не хотела, говорит, я не буду заниматься, теперь это менеджер. Второго человека он пригласил своего руководителя охранного агентства, это очень, ну, такой богатый человек там, он говорит, вы знаете, я вот так стоял и у неба, говорит, просил, я записывал, чтобы он был у меня в бизнесе. Но он у него в бизнесе, да, он у него в бизнесе. Потом, значит, в интернете он находит семейную пару, у них проблемы были по здоровью в Тольятти, да, то есть вот у него не было ни авторитета, ничего. Писал, писал, сегодня это в прошлом месяце, это менеджеры. Четвертый менеджер в Железногорске, у них женщина, управляющая строительной компанией, достаточно состоятельная, все, ну, никак его слушать не хотела. Он ее уговорил и привез на семинар. Два месяца, в прошлом месяце это менеджер, четыре менеджера, это люди, которые вообще, может, никогда бы за ним не пошли, понимаете? И самое интересное, я помню, когда он на первый семинар поехал, он поехал в дырявых ботинках, в полном смысле, у него не было денег, его все в поезде кормили, все. Сегодня он в интернете выставил фотографию туфли знаменитой какой-то фирмы коллекционной, и он говорит, когда-то это была моя мечта, она у меня была на картинке. Сегодня эти туфли стоят в моем шкафу, и эти туфли я одену на свое признание, я сто процентов говорю, вот сейчас в марте на семинаре. Понимаете, какую цель надо ставить? Никто в него не верил. И он из команды Анны Шведовой, ну, можно сказать, самый такой неблагополучный. Это единственный человек, который у него самый большой бизнес из ее команды, понимаете, что может быть? Поэтому, если вы себя, будьте в себе уверены, он всегда был в себе уверен, мы очень как бы хорошо общаемся, и будьте в себя, если вы так будете. Любите продукт? Уверены, что здесь деньги платят? Все, пожалуйста, вперед, и рассказывайте, даже если люди выше вас. И поэтому со своими людьми вы сделали 10 кредитных коробок. Следующий месяц снова с ними садитесь. А ну-ка давайте, а ну-ка давайте, сколько еще можешь? Давай пол коробки. Ну, как нам раньше давали, соц. обязательства были, план какой-то, и человек там кровь из носу готов был выполнить даже за 3 копейки. Так или нет? Люди, которые с вами, вы должны их собирать. Вот у меня сейчас партнеры, помимо того, что мы в Красноярске каждую среду и каждую пятницу в офисе работаем, то есть в среду у нас маркетинг-план, в пятницу у нас продукция. А у меня есть партнеры, вот уже в группе дочери, серьезно ребята пришли, они отдельно снимают помещение и еще школы проводят. Если мы не будем учиться, если мы не будем учиться, ну никакого результата 100% не будет. Поэтому вы с ними планы строите, а что ты хочешь? А давай, а давай спланируем, потому что человек пришел зарабатывать деньги. А он пару раз пришел, поэтому здесь вот я вам советую, вы прямо собирайтесь, собирайтесь, друг у друга учитесь, кого-то поздравили, из другой команды увидел, ё-моё, я тоже так хочу. Вот поймите, я всегда как-то к признаниям так относилась, мне и сегодня, я не люблю, когда там что-то говорят, но это действительно приятно, потому что когда-то первый раз, когда нас поздравляли за уровень, моя дочь со стороны смотрела, до этого она видела, как я предприниматель сумки до коробки таскала. И вы знаете, я, наверное, это признание первый раз, так вот мне сильно запомнилось, куча народу стоит, там профессора все ждут, пока мы со сцены сойдем, там цветы подарить, все. И она вот со слезами на глазах, с цветочком протолкалась и говорит, мама, как я тобой горжусь. Вот знаете, вот, наверное, ради этих слов можно как бы двигаться дальше, и сегодня она без ума любит вообще вот этот мир forever, ей все нравится, она идет, и я рада, потому что наш маленький внук, которому два с половиной года вот так пьет из банки алоэ, мы даже ролик сняли, говорит, алоэ, ах, вот ты его не обманешь, да, он с нуля пьет, с дня рождения пьет. И это единственный ребенок, который в детском саду за две зимы не заболел, единственный, ни разу не заболел. Понимаете, все, витаминку, он их все жует, неважно какая, он прополис с удовольствием жует, мы иногда говорим, там то невкусно, там что-то зубы, единственное, тут недавно эхинацею почему-то взял, говорит, голькая, я говорю, что ты придумаешь, все, понимаете, ваши отношения, и вот вы со своими партнерами, у меня есть тут менеджер, она на выходной собирает своих партнеров у себя дома, стряпает пироги, давайте вырезаем картинки, все делают альбом мечты, понимаете, вот они делают альбомы мечты, люди должны мечтать, люди должны верить, вот у вас тут молоденькая девушка есть, я не могу, чтобы не сказать, она мне говорит, мне так все нравится, мне так все нравится, но я боюсь, и при чем ты занимаешься? Полы мою, нормально, да, активная, там горит, все, бомба, а там не страшно, а там не страшно, ты себе мотивацию-то сделай, это может любой делать, любой, я не говорю, что это плохо, делай, мой полы, но вот эти полы, эти полы, когда ты их моешь, они должны тебя не радовать, они так тебя мучить, чтобы благодаря этому ты начала строить, независимо от того, что она молодая, может она придет в бизнес, там ой-ой-ой какие-то, понимаете, но она должна ради чего это делать, а так можно смириться и до 60 лет мыть полы и не радоваться жизни, я говорю, сегодня мне 55 лет, вот сейчас будет 56, да, я, у меня Атила любит мне говорить, вот наша бабушка-пенсионерка, 8 тысяч пенсий мне дали, 8, можно смириться, и 8 тысяч долларов зарплата, я никогда в это не верила, то есть понимаете, поэтому вы, если в это поверите, начнете делать, будет 100%, сделали вы в следующий месяц еще 15 коробок, ну спланировали, ну даже если не получилось, но я уже думаю, когда 2-3 коробки, у нас там обязательно клич кидают, ребята, давайте, спонсор вышестоящий, ну давайте поможем, потому что раз, сделал супервайзера, раз, и это уже 8%, это уже 8% всегда, даже вам приятно будет, что под вами люди, которые сделали 2 кредитные коробки, вы получите разницу, когда под вами 5 человек будет по 2 кредитных коробки, вы от них ничего получать не будете, вроде бы группка есть, а вы ничего не получаете, поэтому разницы нет, всегда надо на шаг впереди быть, но это надо планировать, потому что потом вы берете, я вот не советую всем там 20 фронтов подписать, у нас была такая, как бы практика у многих, подпишут, а как с ними работать, и 1, 2, 3 разваливаются и все, вот начинающий человек начинает, или даже сегодня вы уже как бы в бизнесе, выберите 3, вот хотя бы 3, это вот я из своего опыта говорю, человека, сколько может, не получается 3, с 2 работаете, ну вы распределите, вот этот день я в твоей группе работаю, давай вместе, ну что, что опыта нет, вместе каким-то образом, где-то какой-то ролик включили, где-то еще, сейчас куча много всего вот этого, разговаривайте о продукте, я вот говорю, вы даже здесь можете мастер-классы по косметике проводить, какие у нас маски замечательные, женщины сидят, попили чаю, поговорили, помазались, обязательно кто-то пошел, что-то купил, мы же тоже все придумываем, придумываем, как-то мотивируем, мы вот сейчас этот месяц, кто 4 коробки делает активность, кто-то делает, кто-то не делает, вот словно супервайзера, вот многим это не нравится, что надо делать активность, и многие расслабляются, у меня партнеры все практически делают, они уже научились это делать, одна коробка на себя, все знают, что такая активность? Одна коробка на себя и три, а если получается у тебя все ассистенты супервайзера, откуда? Вот тут начинается, не надо их не дотягивать, надо их обязательно дотягивать, но искать и искать новых или каких-то таких клиентов. Поверьте, это может быть сразу нелегко, но этому можно научиться, и потом проблем вообще не будет мы делать. И вот в этот месяц мы первый раз вот так решили, мы собрались в ресторане, такое мероприятие сделали, кто сделал активность, сейчас фотографии мы выставили, вот в эту среду у меня не было, но там уже в роликах показывали. Мы что сделали? Мы новеньких людей всем, всем дали возможность там выступить. То есть мы отдельное помещение сняли, мы красиво поужинали в красивом таком ресторане, каждый вышел, что-то сказал. И я даже многих своих партнеров увидела, ну как бы можно сказать, впервые, потому что группа большая, выходит женщина, рептор университета Красноярского, серьезная такая, красивая, все. Я говорю, господи, она ассистент-супервайзер, а я как-то ее в офисе видела, она так вот, как отличница, вот что-то говорит, там учит. Я говорю, господи, а вы-то что здесь делаете? Она говорит, а вы знаете, я, говорит, вот сейчас мне 53 года, и я, у меня все приятели, многие в Красноярске, первые лица города были, сегодня они на пенсии. Я, говорит, когда посмотрела, сколько денег они зарабатывают, мне как-то стало страшно, и я решила, вот пока еще есть какое-то время, и вот она начала, и вы знаете, вот для меня это тоже какой-то опыт, она сломала в себе какие-то, может быть, приоритеты, и вот она учится, как ученица. Вообще, вот я прям на нее посмотрела, вот так, думаю, у нее много можно чему-то поучиться, и обязательно получится, у нас разные, вот говорю, люди есть. И поэтому сделали вы, значит, 25 кредитных коробок, ну, вас, соответственно, поздравляют, ваши партнеры, 3 человека, вот, допустим, 3, которые пришли, вот теперь вы должны каждому из них помочь. Вот тут не думая о себе, выбирайте, кто более активный, давай, давай, давай людей. И человек как бы, ну, как-то на работе, там же вот эти всякие правила были. Попробуй, не приди на работу 8 часов. Вот сегодня кто-то, допустим, не пришел, да, а представляете, он за 1015 ходит на работу, и вдруг он не придет на работу. Ну, как, как это я не приду? А зачем, допустим, сюда ходить? Вот это же тоже отношение. У нас, ну, конечно, не столько собирается, у нас человек 70-80 на встречу приходит, но и то, это маленькая доля, не все приходят. То придумали у меня, то у меня, то у меня, то. Я никогда не пропускаю никаких мероприятий. Даже куда не нужно, еще куда-то еду, учусь, учусь, потому что я хочу большего. На каждой встрече, на каждой, вот даже, может быть, как вы сегодня сказали, ну, Анна, мы тебя уже слушали. Вот каждая встреча, вот одно слово, для кого-то человека может быть новым. Вот я для себя услышала, почему она желтая? А я не знала, почему она желтая. Я сегодня приеду, это партнерам расскажу. Понимаете? Вроде мелочь, вроде мелочь, а все равно приятно. И поэтому здесь вот только двигаться дальше. Я буквально вот недавно прочитала, ты утонешь тогда, когда перестанешь плыть. И поэтому надо плыть и плыть, и помогать своим партнерам. Раз, вот представляете, у вас супервайзер под вами появился, да? 25 кредитных коробок за два месяца. Но спланировать, не будете планировать, хаос будет, вы будете идти-идти. Во-первых, прежде всего, вы себе планируете, и планируете им. И когда поднимаются те люди, и поднимаетесь вы, вы сделали супервайзера, дальше какая у вас цель? У вас там ассистент менеджера, а человек, который под вами, сделайте его супервайзером. Работаете, точно так же ставите, ставите цели. Вот немножко не дотягивает. А ну-ка давай следующий месяц увеличим. А давай следующий месяц увеличим. Где людей? Ну, ребята, вот знаете, я не знаю, наверное, когда у вас поменяется отношение, вот у самих уверенность появится, люди сами потом будут обращаться. Вот у меня сейчас много людей, вот уже два года я в бизнесе, наблюдали. Сегодня, они видят, не сломался человек, получилось. Я честно могу сказать, многие мои приятели ждали, когда все развалится. А сейчас, особенно, когда есть одноклассники, заходят, о, они в Америке побывали. Они, ну это ж не придумаешь, это уже никак не сочинишь, да? Хотя все равно сочиняют там, такие, нормально все. Я нормально к этому отношусь. Кто-то завидует, кто-то что. Но у человека, когда вот на него все время чуть-чуть капаешь, язва вот эта там крутится, крутится, думает, а вдруг, а вдруг, а вдруг, ну все-таки может начать. И потом ломаясь, потихоньку начинают. Ищите, ищите в интернете, отправляйте. Ну вот, я живой пример, человек никогда меня не знал. И представляете, теперь какой у него бизнес, один цветочек. Я это тоже делаю, и могу сказать, не всегда получается, да? У меня есть такие маленькие подписанные в разных городах. Но это надо большее количество. Как вот монетку кидаешь, сколько раз надо кинуть, чтобы, допустим, выпало. И поэтому вот этот Виктор Гришан говорит, некоторые говорят, ой, я уже 50 человек вам написала, мне не ответили, меня в черный список заблокировали. Он говорит, я тысячу. Он говорит, я взял для себя, как за правило, каждый день, два часа в день, я сажусь, и именно он придумает какое-то объявление по-разному. Он находит группу, даже вот, допустим, Питер, да? В Санкт-Петербург, Наташа, все Наташи выскочат и отправляет всем подряд. Он их не знает. Или просто пишет, а чем вы занимаетесь, а давайте пообщаться. Вот сейчас мы едем в Ростов на семинар. Он ищет в Ростове, все у него, теперь весь план на Ростов. Или какую-то сетевую компанию находит. Ведь многие люди в сетевых компаниях, они уже давно там сдулись, но есть люди, которые говорят, все равно сетевой бизнес для меня приоритетный. Я что-то ищу, но пока вот не вижу. Пожалуйста, начинайте общаться, но ищите, что-то будете делать, обязательно получится, вот сто процентов получится. И вот вы, под вами появляется человек-супервайзер. Ну, радостно, приятно. Вот научитесь радоваться за партнеров. Вот правда, я искренне вам говорю, я не столько радуюсь, ну, вот, как бы за себя, ну, это вот, оно идет, идет. Я всегда говорю, это не я, это моя команда сделала. И вот когда было наше признание на взмывающих менеджеров, выходили все вот эти наши пять фронтов, и вот они каждый что-то говорил, да, я вот так безумно радовалась, что они на сцене побывали, что они красивые. У меня вот есть партнер, которая, благодаря вот сейчас этому бизнесу, первый раз, вот она была на моем признании, платье купила за 10 тысяч, как раз это в Казани было. Вы знаете, как она радовалась, а как я радовалась, потому что до этого момента она вообще себе ничего не могла позволить. А здесь она вообще такой шаг, мне так она понравилась, в горох, синяя, там все, вообще так здорово. И вот она вышла, ну, столько много, я хороших слов услышала, как бы, я за них рада, и они к этому стремятся, понимаете, поэтому вот это важно поддержать. Представьте, у вас новый супервайзер, вы все собрались, а кто-то пришел из параллельной структуры, нифига, сидела, сидела и супервайзер, а ну-ка я давай, а почему, а как? А вы вышли и поделились, и рассказали, как? У всех по-разному, у всех, у кого-то так, у кого-то так получается, делитесь своими впечатлениями, друг у друга будут брать. Мне вот каждого из вас хотелось бы послушать, а что, а как, понимаете, это все интересно, и вот то, что я где-то слышу, я всегда, вот особенно казахов слушаю, у них такие истории, там, ой, я приезжаю, думаю, как бы мне запомнить, я записываю, записываю, приезжаю, рассказываю, учусь, потому что есть люди, которые придумывают причины в этом бизнесе, каждый из вас может что-то придумывать, есть, а в Казахстане там такая тетя Оля есть, у нее, они строили этот бизнес, умирал муж, онкология была, да, и она вот так к нему подходила, он говорит, иди, работай, иди, и он вот так умирал, а она строила, и через год после него она закрыла взмывающего менеджера, и она говорит, если бы не это, как бы я кто была, она пенсионерка из 60 лет, то есть сегодня мы были на семинаре, у нас была женщина, я вообще не могу, я так плакала, парень, молодой сын начал строить этот бизнес, но был уже болен, сильно у него тоже была онкология вообще, и он стал менеджером, и после этого, ну там вся команда помогала, руководители там все оплачивали, все, в общем он умирает, таким словом, и вы представляете, вот сегодня маме по наследству достался бизнес, маме, она стояла на сцене, вся команда, а прошло после этого буквально месяц с лишним, представляете, как бы она могла жить, и как вот эта команда, мы вот подходили, ее тоже поздравляли, плачет, рыдает, но дальнейшее ее будущее, представляете, куча молодых людей, которые ее поддерживают, она, а представляете, как, если единственный сын, и сломаться, и все, то есть в этом бизнесе, надо найти ту изюминку, или вы кому-то будете помогать, как вы это все будете, понимаете, я вот на этих историях учусь, поэтому я это все переосмысливаю, для меня это очень-очень важно, и вы сделали вот супервайзера, ну сделали уже все, 8%, активность, но активность надо вот сейчас уже учиться делать, да, стараться, потому что потом резко будет немножко сложновато, ну даже если не сделали, ну смертельно, то ничего не случилось. Один месяц, в следующий месяц, и вы все равно получили деньги, и все, к этому надо относиться спокойно, но стараться, 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 не так, что, ай, все, я не могу, у меня все плохо ныть, я уже последнее время говорю, мне нравится гор, не будьте утками, кряк, 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 кто-то начинает крякать, я говорю, так, перестаем крякать, будем действовать, почему того получается, почему того получается, что-то мы не так делаем, вперед, когда мне вот здесь говорят, однажды услышала. На любой болотной кочке, где живут люди, можно построить бизнес. На любой. Поверьте. И не потому, что... Да, люди. А Москва не работает. Да, люди. Надо искать. Количественный фактор. Я уверена, в Москве есть люди. Вот сегодня Роман наш тертичный едет в Москву за пятым менеджером. Он по интернету познакомился, и супервайзер у него уже есть. Ну, есть. В Москву уже тоже откуда-то попадают. И в Питере, я уверена, куча людей с периферии, у которых есть вот этот огонь, и которые хотят жить по-другому. И вот дальше наступает такой уровень, который я не люблю. Это уровень ассистента менеджера. Его надо проскакивать. Вот я его, честно, проскочила. Не поняла, как, потому что первый месяц супервайзер. А у меня вот один менеджер есть. Она год была на ассистенте менеджера, поэтому я теперь всегда говорю. Вот надо... Вот этот идет ком снежный. Надо работать, работать, не расслабляться. И махом сделать уже менеджер, а потом можно передохнуть. Потому что на нем очень часто застревают, ну, вроде бы 13%. Ну, ничего хорошего, поверьте, да? Это вот когда, смотрите, вот чем здесь хорошо? То есть все, наверное, понимают, каждый последующий месяц и к нему плюсуются. Поэтому, чтобы каждый последующий месяц работал, вы каждый раз, каждому своему партнеру давайте задание. А давай-ка на пару коробочек больше. А давай-ка на пару коробочек. И в общем, это получается кучка. И даже, допустим, вот бывает так у нас. Вот последний месяц был 15 кредитных коробок, когда вы вышли на супервайзера. Этими же людьми вы начинаете... То есть они же каждый тоже может по 3 пригласить человека. Хотя бы по 3. Вот я всегда говорю 3, здесь 3, здесь 3, здесь 3. И вот так же дальше вы начнете работать вот с этими хотя бы тремя. Кто-то рядом работает, кто-то может у вас будет самостоятельный, кто-то будет покупатель. Ну, больше не справитесь. Вот я свое мнение говорю, потому что иногда некоторые подпишут 20 человек, хватит, хватит, денег-то охота, сразу-то ты получил. Ну, ты получил разово от него, да? Разово. А потом-то что? Человек не видит, у него ничего не получается, вы не успеваете с ним работать. И поэтому лучше выбрать тех активных, которые хотят и которые сегодня еще не сдулись. Ну, сдулись надо надувать или, как у нас Залинян говорит, пинка. Он так интересно всегда рассказывает, говорит, ну дайте мне пинка, ну дайте мне пинка. Я недавно опять в интернете прочитала, говорит, ну как себя смотивировать. Говорит, а зачем мотивировать? Оставайся в заднице, одним словом, и сиди, и не мотивируй. То есть работай, делай, что вот как бы ныть и говорить. И вот смотрите, вот эти 15 коробок в следующий месяц могут привести 60 коробок. Вполне, вот реально. Вот даже вот у меня сейчас некоторые партнеры говорят, ой, 60 коробок, все. Я не поняла, как у меня получилось 59. Не потому что я какая-то, вот я просто вот так всем рассказывала. Алоэ, это вообще вот, ну я не знаю, что это такое. Я правда, искренне, вот я и сегодня для меня это как божественный напиток какой-то. Я вот его пью. У меня есть люди, знакомые, которые говорят, ой, он там чем, хлоркой пахнет или чем? Я не, водой вот разбавляют все. Вот я, ну я не знаю, вот как вообще что-то пью. Я полстакана наливаю, выпиваю и все. Я помню, как-то на первом семинаре Черепенин сказал, как его пить? Часто, нечасто? Я, говорит, могу неделю-две не пить, потом вот просто захочу стакан выпью. И когда говорят, а это не привязывается, нет, не привыкания нет. Я говорю, хлеб, молоко, как, есть привыкание? Мы же едим, не задумываясь, почему мы вот там пьем молоко или там мясо, что-то едим. Это то же самое, это еда, это еда, и вы должны об этом говорить людям. Хочешь ты этого, вы должны ему показать, для чего ему этот продукт нужен. Я говорю, он всем нужен. Ты хочешь быть молодым? Мы когда были в Америке, Рексмон все-таки, ну, человек уже возраст, ого-го, так он еще там так подшлепнет кого-то, он крепкий, как возьмет за руку. Я же прям, кажется, серьезно, очень такой крепкий, ну, вообще, мужик его, даже дедом не назовешь, понимаете? Он 30 с лишним лет пьет алоэ вера. А у нас, кто-то может знает, есть спонсор Атилы, Миклаш, Беркич. Ну, вы посмотрите, ну, 40 лет, ну, румянец, ну, пацан вообще. Он, я вот с ним, когда рядом общаюсь, я вообще не могу, ну, как пацаненок, честное слово. Он уже 16 лет пьет алоэ, понимаете? Поэтому, кстати, бывший обычный железнодорожник, там вообще беднота. Он нам когда рассказывал, что он брал у сестры машину, какой-то там, ну, типа москвичка, подъезжал за углом, оставлял и с этими коробками ходил. Сегодня, ну, я видела, сколько у него машин, и как они живут, и все. Прошло 15 лет. Для каждого из нас они придут, для каждого 15 придут. У него из железнодорожника получилось. Он, когда приезжал там на первый семинар, он таким глупым дураком выглядел, там над ним все смеялись. Сегодня вот так, все здорово. И поэтому, вот, смотрите, ну, сделали ассистента-менеджера. Ну, вот пусть такой вариант, это теоретически. Может быть, 30, допустим, в следующий месяц. Ну, вот сделали 30, да, значит, в следующий месяц, 45 надо. Ну, любые два последующего месяца, если вы их будете планировать. Вы планируете, а иногда человек у меня есть такие партнеры, о, я даже не знаю, сколько у меня там коробок. Вот я каждое утро, начиная с чего, я в интернет и смотрю, сколько прошло коробок. То есть, я думаю, те, кто более-менее строит бизнес, знают, что у них есть своя страничка, и они там видят. Потому что я вот, находясь здесь, смотрю, что у меня в Красноярске еще где-то берут продукцию, я это контролирую. И вот именно смотрю. Если не будете контролировать, у вас, может быть, в какой-то месяц пару коробок не хватит. И представляете, потом это заново начинать. Вы контролируете, так, 5-6 коробок до чего-то не хватает, 10 даже иногда бывает. Как казахи говорят, последние 2-3 дня по 60 коробок доделывают. Вот открывается такое, то есть встреча, 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 там целый день. И оно, вы знаете, вот как бы притягивается. Я не знаю, как это все получается, но вот как-то вся вселенная начинает помогать, и вот оно откуда-то так все получается. Серьезно говорю, не надо каких-то тут быть, надо просто работать и работать. И вот вы стали 75 кредитных коробок ассистент-менеджера. Ну, можно там 40 тысяч как бы зарабатывать, по-разному все. Ну, это все равно вот еще вот как недоделанный какой-то, да. И поэтому дальше. Те люди, которые у вас есть, вы с ними работаете дальше. То есть вы их, кого-то, вот 3 супервайзера, 3, это у вас уже, в принципе, вы ассистент-менеджера. Три. Но вы им помогаете, обязательно ведете до этого. Вообще, как бы до уровня менеджера даже надо вести по-хорошему, потому что люди разные. Кто-то самостоятельный, а кто-то нет. И дальше уже, соответственно, менеджер со 120 кредитных коробок. Это точно так же за 2 месяца. Может быть, тут 40, тут, допустим, 80. По-разному, по-разному. У нас есть в параллельной структуре. У кого-то было 30. В декабре – январь. Вот казалось, месяц тяжелый. Я вот по своей группе смотрела. Хуже у нас был оборот в январе, чем, допустим, в декабре. Как так? У нас хуже. А люди-то работали. А почему для них январь был хороший? Люди, допустим, закрывают вот в Чечне взмывающего менеджера. Она только старшего в декабре закрыла. И сегодня, вот сейчас мы в Америке познакомимся. Я просто 41 год, семейная пара. И они закрывают, значит, да, это вот, кстати, ну, ветка питерская тоже, да, ребята. Как? Мне интересно. Четыре менеджера в январе. Четыре. Понимаете? Значит, работа была. Значит, думаю, что-то я не так делала. Я уже мне там не отдыхалась. Мне уже хотелось поехать домой. Своих партнеров. Почему у нас не так? Давайте, давайте. Как бы уже начинаешь работать. И поэтому, вы знаете, вот с уровня менеджера, ну, наверное, как бы самое интересное получается. Прежде всего, все квалификации. И вот, ну, менеджеров много уже, да. Останавливаться на этом не надо, потому что, ну, в среднем менеджер, ну, две тысячи долларов. Средний такой менеджер чуть меньше у кого-то. Я всегда прикидываю, примерно, если менеджер у него коробок в группе 40 в месяц будет, примерно 40-50 тысяч он получит. Примерно вот на этом уровне можно даже деньги так рассчитать. Поэтому с уровня менеджера начинается все. Вот здесь вы... Вот я стала менеджером, да, ну, вот за два месяца получилось. И я где-то через два месяца, примерно, у меня вот как-то так получилось. Примерно в четырех структурах я стала работать, а несколько там таких маленьких всяких было, и есть до сих пор некоторые, как бы, болтаются. Первая моя структура – это мой бренд. Он становится тоже менеджером. Здесь вроде как получается ноль, да. Но 6%, вот этот пассивный доход, вот это, наверное, самое главное. Вот эти 6% вот ради этого надо работать. Вот поверьте, потому что это уже интересные деньги. 6% с розничного товара оборота. Я не знаю, в какой компании есть такое, то есть это совершенно разные деньги. Мы покупаем по оптовой цене, а нам все платят по рознице. Вот это все знают? Платят по рознице. И вот потом получается, то есть сегодня вы вот эту массу накапливаете, накапливаете, работаете. И под вами выскочил первый менеджер. Приятно мне обратно 6% получать. Приятно. Дальше идем, значит, второй менеджер. У меня женщина, когда-то мы познакомились абсолютно случайно, были в предыдущем бизнесе. Она одна, в деревне живет. Мы с ней начали активно-активно работать. Она закрывает менеджера. Еще 6%. Понимаете, вот там дальше, вот я говорю, самое интересное. Дальше. Третья моя нога, это моя дочь, которая начала активно работать. И 6% от нее были самые большие. Она стала менеджером. Дальше мой, как бы можно сказать, спонсор из предыдущего бизнеса. У нее там ничего не получалось. Плохо очень было. Она когда-то выскочила на уровень и упала. Больше там 10 тысяч она вообще не получала. Это вот как раз мой партнер сейчас, о которой я говорила, платье купила. Это удивительная женщина. Просто вообще душевная, хорошая. От нее 6% получают. И пятый фронт. Вы знаете, я долго искала, думала, ну что такое, эти никто нет. У меня была одна подруга в 45-ке. И она... Был такой момент, когда как-то я по жизни там заняла ей деньги, и она мне их не отдала. И она как-то вот пряталась. Вот просто вообще никак. И вот когда в Одноклассниках, я смотрю, она стала ко мне заходить на страничку. Я, значит, это... Ну там пишу ей привет, она молчит. Меня вот это вообще бесит, когда люди молчат. А потом там есть такая фотография. Мы стоим с Атилой у него в гостях. Мы как раз были в Венгрии. Пьем фаб, да. И она пишет, ну, комментарий говорит, значит, слушай, когда-то, ну, а мы слушали диски раньше его. Вообще просто не знала я его раньше. А мы учились, говорит, когда-то даже в страшном сне не могли и мечтать, что ты вот так будешь стоять и пить. А он как раз приезжал в Красноярск уже в очередной раз. Я говорю, у тебя есть возможность с ним тоже постоять. Опять тишина. И вы знаете, а мне надо менеджера. Ну что такое? А я-то знаю, что она, будучи предпринимателем сейчас в сауне за 7 тысяч полы моет. И я, понятно, не буду вспоминать там, что она мне должна или нет. Это ну о чем сейчас речь? Я вот открытым текстом ей написала, ты вообще дура или нет? Вот правда, поверьте. Ну, такие отношения, что я могла так написать. Давай начнем работать, дай мне свой телефон. И вы знаете, она пишет телефон, я приезжаю и вы знаете, это у меня сейчас такой активный менеджер, мы с ней, наверное, за месяц 4 сделали, но мы просто пахали, как она говорит. Татьяна приехала, все, смела у нас вот встречи-встречи. И сегодня, когда у нее чуть плохо, когда у нее там, она говорит, все, я в ту жизнь не хочу. Она вот, все, она мне, ну скажи мне что-нибудь, ну скажи мне что-нибудь. Сама себя мотивирует, то есть вот так может получиться. Кого-то надо тряхануть, кого-то надо обидеть. И вот смотрите, это пятый менеджер 6%. Ну дальше-то, ребята, еще и интереснее. Дальше. Под моим братом три менеджера сегодня. Три. Один из них, как вот получилось, первый его фронт-менеджер, это женщина, он ее никогда не знал. Никогда не знал. Я вот почему просто немножко отвлекаюсь, как оно строится-то вот в натуре, не просто люди валятся. Он по интернету, вот никак, из старого бизнеса никто не пошел, ничего не получалось, нервничал. По интернету знакомится с женщиной. Она врач из Хакасии, суперская вообще врач, педиатр, у нее родители, все врачи, там вся вот такая династия. И он начинает с ней переписываться, ее вроде как интересует продукт, он мне потом говорит, слушай, ну ты так умеешь общаться, давай ты с ней. Я от его имени общаюсь с ней, мы потом ей об этом рассказали. И она нас приглашает в гости. И вы знаете, вот было так интересно, незнакомый человек. Мы едем на машине, она говорит, как я вас узнаю? Я говорю, я буду в розовом костюме, она говорит, а я в розовых штанах. Мы выходим, обнимаемся. И вы знаете, сегодня эта семейная пара, вот сейчас с нами на Сардинии едут, это ближе родственников. Я приезжаю, у меня своя комната уже там, мы настолько дружим. Самое интересное, мы когда приехали, они говорят, так, оставайтесь, мы поехали в магазин. Представляете, вообще нас не знают. Мы сидим в комнате, с места боимся сдвинуться. Ну вообще, представьте, да. Но самое интересное, у этой женщины три операции год назад до этого было на сердце. Три искусственных клапана было. Она была тоже когда-то в Амвее, там тысяч 10 зарабатывала. И она вся синяя больная была. Здесь она сама себе назначает препараты. Проходит две недели. Я еду, она мне звонит, говорит, Татьяна, сейчас мне позвонили с лаборатории, говорят, Елена Алексеевна, что случилось? У вас анализы вообще, что-то не то. И вот с того момента, ну вот сейчас уже прошло больше года, у нее отличные результаты. Она водит машину, летает на самолете. Мама у нее врач, там терапевт, ну такая старенькая уже. Как они боялись. Они очень-очень сильно боялись. Но буквально как-то, ну прошло время, уже, наверное, почти год прошел, она мне звонит. Таня, ты знаешь, я сейчас мою окно и думаю, господи, откуда вы на мою голову свалились? То есть сегодня, ну вообще, вот сейчас, представляете, как мне приятно, она с мужем, с дочкой игл-менеджера закрыла и летим на Сардинию. Этот человек, это первый фронт моего брата, которого он никогда не знал. Знакомые, друзья, куча была предпринимателей. Вот никто не идет. Вообще, как за дурака считает. Сработало? Второй. У него фронт. Значит, ему дали как бы телефон, у нас есть профессор, доктор наук, мануальщик, значит, господи, Олег Савяк. Ну клиника своя, все. И он к нему просто тупо пришел там через кого-то. Он говорит, да отстань мне, там некогда, все. Девять месяцев. Он к нему раз в месяц ходил и пихал наш справочник. Почитайте, посмотрите. Не хотел. Девять месяцев. У кого хватит терпения? У меня, может, нет. У него хватило. Он его не выгонял. Он вроде и не да, и не нет не говорил. И он ходил. Он прочитал справочник. Теперь этот менеджер сегодня в своей клинике. Он нашу свободу движения так задвигает, что ой-ой-ой. Да, и вот есть журналы с его выступлениями. И там про нашу продукцию написано. С неба свалился? С неба. Третий менеджер. Был у него друг когда-то в Барнауле. Он сегодня действующий врач и замотделением уролог. Год к нему ходил. Год. Вообще слушать не хотел. Он говорит, ну, Серега, ну мы с детства с тобой все. Он хороший, добрый. Ой, мне некогда. Ой, я весь усталый, не могу. Но зеленый справочник опять сделал свое дело. Через несколько, вот сколько, ну, я говорю, почти, наверное, год было, может, 10-11 месяцев. Сегодня он на наших препаратах операции делает. Сегодня он там, они открыли офис. Сегодня это менеджеры работают, да. И первый у него результат был такой, у него медсестра, родственник, онкология на мочевом пузыре была там с литровую банку. Вот что-то я как-то не так скажу, но суть в этом, от него отказались все оперировать. И он взялся, у него был гемоглобин 30, наш поместин, наш поместин, сделал свое дело до 100 с лишним. Он там обрабатывал ферстом что-то еще. Одним словом, жив-здоров человек, все отлично, без всяких там последствий. Ну, с того света, можно сказать, вытащил. Привозят ему потом бабушку. То есть вот он начал свои примеры до менеджера. У него страшная рожа на руке была. Есть у нас даже фотографии, там мокнущая вся бабушке под 80 лет, кожу надо откуда-то, откуда там. Он ей говорит, давайте желе и алоэ. Она с какой-то деревни. У меня денег нет на алоэ, давайте хотя бы желе. Так вот он говорит, до полного восстановления эта рука примерно год надо было. Я не знаю, два месяца прошло или нет, сейчас точно уже не помню фотографии. Полностью рука восстановилась. Ну, там как-то шрамы какие-то были еще. Понимаете? И вот это стал третьим менеджером. Вот так. Терпение. Год. И стал менеджером. Только вот у него три менеджера. Дальше женщина, которая у меня вот в деревне, можно сказать. Она находит еще с другой деревни. Еще с другой деревни. Там вообще вот такая чистенькая, такая никакая. И вот как она, давай-давай, помню декабрь, у нее не хватает. Я буду менеджером. Я говорю, да подожди ты, ну как, ну давай. Она все сделала для того, чтобы стать менеджером. Но ситуация, вот я просто для многих скажу, у кого-то может быть такая. Вот это Света, моя менеджер. Сначала она подписала своих знакомых. Ну, приятно сделать. И взяла под этих знакомых, подписала вот эту Верочку. Вот эти знакомые ничего не делают. И не делали. Верочка становится менеджером. Они становятся никто. Но моей подруге это в квалификацию не засчитывается. Вот это очень важно, кто ваша первая линия. Или надо на тот момент, когда под ними становится менеджер сказать, давай, до свидания из компании, раз ты ничего не делаешь. Или, значит, уже, чтобы они вот эти 25 коробок, когда в один месяц сделали. Вот здесь какая ситуация. 6% она получает, конечно, 6%. Единственная проблема, что она нет. Но этот человек пришел после того. Но у него во второй ноге такая же ситуация. Есть женщина тоже из деревни. И мы поехали в Устилимск. Приезжаем в Устилимск, проводим встречу. Пришли люди. Примерно вот столько было в классе. Приглашенная той женщиной. А одна женщина случайно пришла, ее кто-то притащил. Вся пришла такая важная, модная, с какой-то сетевой компанией. Ну, тут приехали какие-то, да. И она все дергалась уходить, 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 уходить. А потом в этот момент, Света, она такая, причем, конкретная, начала вот о хите рассказывать, да. И говорит, вот там нога. Она говорит, да. А она как раз пришла, вот, ну, не просто пришла, а вот так пришла. Она выходит в центр зала, садится, задирает штанину. Та ей натерла, как надо. Проходит минут 15. У нее зазвонил телефон. Она вскакивает. Слушайте, говорит, ребята, у меня нога-то. Говорит, это самое интересное, что было. Все прослушали, все. Ну, так. Никак, можно сказать, да, особо. Ну, может, ну, там денег нет. Это женщина, которая пришла туда случайно, встает и говорит, так, кого интересует, я там-то, там-то, приходите ко мне, я вас подпишу. Сегодня это менеджер компании. Ура, я с вами, и все. У него муж там начальник пенсионного фонда. Видите, люди как бывают. Вы верите в своих, ищите других и будущее. То есть, понимаете, вот у нее два менеджера, это в моей структуре. Вот тут моя дочь. Там вообще, там человек 15 менеджеров уже, я даже не знаю. То есть, два по фронту. Вот один друг, второй, она в магазине, у нее там свой отделчик был и пошла сдавать вещи. Знаете, вот сдают там, ну, когда использованные вещи, как это, комиссионку. Ну, и девушка сидит и говорит, Ксюше моей, а что ты вот пятно какое-то не убрала? Ты знаешь, какие МВС-ки средства хорошие? Она говорит, знаю. У меня мама была, а сейчас с другой компанией. Как с другой? Ты что? Это же МВС-ка здорово. Она рассказывает, звонит своей маме, прилетает мама. Как, как? То есть, это вот второй менеджер получился. Понимаете? Вот все абсолютно случайные. А мы иногда вцепимся в своих знакомых и вообще никуда. И вот представьте, то есть, от этих пяти, шесть процентов компания платит. От этих, я их вообще никогда не знала, да? Три процента платит. Здорово. Далее. Вот у меня последний менеджер, то есть, ну, как бы без, без еще ноги под ней нет. А вот четвертый, под ней есть менеджер и под ней есть менеджер. Ну, здесь вот я говорю, у Ксюши там уже куча внизу, не знаю. Но от третьего поколения, вот здесь тоже у меня есть менеджер, два процента я еще получаю. Так вот, нам Атила говорит, самые большие деньги внизу. Сколько этих будет людей, еще никто не знает. То есть, сегодня там уже в глубине, я уже смеюсь, раньше я всех ассистентов, супервайзеров знала. Сегодня, когда она считает, что где-то у меня в структуре, наверное, штук, 26 менеджеров, да? Откуда они взялись? Я не знаю. Это все люди, которых я практически вот никогда не знала. И поэтому вот в этот бизнес надо рыть его, рыть, потому что вот это самое интересное. У вас, если вы на полпути бросите, на полпути, может получиться вот тот человек, который мог вам привести, ну, принести, как бы, хорошие деньги, он где-то потеряется, и тоже расслабиться. Вот это, ну, картинка, картинка будущего. И сегодня вот я наблюдаю те люди, которые работают. Вот та Замфира, я вот все хочу, как бы, сказать, она такая вот ответственная. У нее, кроме этого бизнеса, нет ничего, никакого недохода, ни мужа, нет ничего. Вот она одна. И она настолько усердно что-то придумывает, придумывает. Я говорю, придумала. В каждую выходную пирожки и своих партнеров приглашает. И вот они как-то меня пригласили, они на полу сидят, вырезают картинки, кто там, какую мебель, все. Вроде детство, смешно. Но, ребята, это как про те туфли, которые я вам говорила, которые были на картинке. Ну, ради этого, может быть, стоит строить этот бизнес, чтобы это потом реализовалось. Вы знаете, вот я... У нас всегда была машина, ну, одна там, не одна, ну, вторая, ну, то есть, одна вот на семью. И я всегда очень, ну, как бы, у меня были права, хотела водить машину, очень сильно хотела вообще. Ну, как бы хотела. А дальше я ничего не двигалась. Ну, вот, как-нибудь потом, как-нибудь потом, там дырки, заткнем все. И вот в этом году, в мае, мне самой даже интересно было, я хотела машину Volkswagen. Здесь зять говорит, давай заедем в Toyota, там родственники работают. И, значит, там какую-то машинку купили. Ну, обычный такой седан, какая-то машинка, там 1700 все стоит. Я же захожу, говорит, что-то мне как-то не нравится. И в этот момент зал, внутри зала, прямо посерединке стоит красный раф, прям весь светится, все такое, Toyota. И на нем, знаете, что написано? Вот такая, такой листочек, у меня даже фотографии есть в одноклассниках. Не откладывай мечту на потом. Вот вы не поверите, я через три дня купила машину, я все сделала, все сделала, чтобы для этого купить, не потому что я из кармана деньги достала, были определенные проблемы. Вот три дня назад, я еще вообще даже рядом нет. Я теперь на ней езжу, такое испытываю удовольствие, что даже сама не верю. Поэтому у каждого свои мечты, у кого-то может быть первоначально маленькая, и вы ради этой мечты будете делать. Не хочется вечером куда-то идти, не хочется еще что-то делать, а вы будете вставать и идти, будете рассказывать соседке. Я всегда говорю, вас не слушают, тренируйтесь на них, слушай. Тебе, дорогая, это неинтересно, я знаю, не надо. Ну, мне вот надо сегодня как экзамен сдать, давай я тебе расскажу, а ты со стороны скажешь, как или нет. Если у вас есть такие знакомые, даже, ну вот не хотят идти как-то навстречу, да, к спонсору, я в таких случаях говорю своим. Вы скажите так, я, наверное, куда-то втюхался, меня там обманывают, ты как профессионал, пойдем со мной, послушай, и мы разбомбим их пух и прах. Хороший вариант? Пойдет, обязательно пойдет, понимаете? Сейчас скажут, я выведу на чистую воду. И куча было. И когда приходят, вы понимаете, в любом случае, когда вы будете много разговаривать, вы будете знать, что вам ваш собеседник говорит. Я практически вот на 90% всегда уверена, что мне сейчас скажут. Но я-то ответы уже знаю. А знаю почему? Потому что я много разговариваю. И чем больше вы будете, как говорят, получи в этом бизнесе тысячу нет. Обязательно у тебя получится. Обязательно получится. Потому что когда заведите тетрадку, нет, 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 да вы будете торопиться, вам же тысячу надо получить. Вот поверьте в эту сказку. Вам надо получить тысячу нет. И вы обязательно, обязательно начнутся да, а вам надо нет. А у вас будет да. Вот обязательно. Я вот в этом бизнесе просто, знаете, хочу что сказать. Почему у меня легко получается? Я играю. Мне нравится. Я обалдею. Вот приходит какой-нибудь такой там весь, вот как начинают. Я вот начинаю. Я не злюсь. Даже если, вот знаете, бывает негативный. Ой, вообще. Ну, многие, они не знают. Я сама такая была. Я сама такая была. Если бы тогда, когда-то ко мне был другой подход, может, она бы пригласила человека, ну, просто она для меня не авторитет была. Вот так. Племянница в тот момент. Может, я бы по-другому. Ну, получился же какой-то сетевик. Получился. А когда-то вообще я ни то, что себя не видела. И поэтому я всегда своим партнерам говорю. Буквально вот сейчас у нас, когда был, ну, такой квалификационный встреча, в ресторане семейная пара молодая появилась. Я их не знала. Они супервайзеры. Ну, я говорю, давайте, ребята, вы расскажите о себе. Очень приятно. Очень приятная пара. И они говорят, вы знаете, мы к сетевому, они предприниматели, очень отрицательно относились. И вот молодой человек, менеджер. А, кстати, вот этот менеджер, два года назад мой муж его приглашал. Он говорит, да я еще не такой свыхнутый в вашу секту идти и так далее. И это. И через два года в моей же команде, в глубине, партнер его приглашает. Он говорит, и ты туда же. Ну, е-мое все. И он его на здоровье подключил. У него были сильные головные боли. И вот четыре месяца назад это было. И он на сегодня забыл все таблетки, все по две таблетки каких-то сильных там от головы он пил. И вот поверил, сегодня это менеджер. И вот когда он вот эту, говорит, семейную пару приглашал, они говорят, как он нас доставал. Уже мы мимо квартиры боялись, если с ним встретиться. Ну, нет, ну, нам это вообще не надо. Вообще всякое. Он, говорит, потом нам запихал банку алоэ. Господи, мы ее, говорит, поставили в холодильник. Ну, что вы думаете? Он, давай спрашивать, а ты пьешь или нет? И вот, знаете, вот когда они сейчас это рассказывали, но рассказывать часто легко, и я им говорю, они говорят, господи, ну, вы знаете, он нас так все-таки доставал, мы начали его пить. И у них, у детей, у маленьких детей были серьезные проблемы. То есть вот на детях своих они получили хороший результат. Это они сначала. И вот сегодня супервайзеры. И такие красавчики. Я вот смотрю, я говорю, ребята, самое главное, что я вам хочу сказать, когда вы сейчас начнете работать, себя вспоминайте. Вот как вы не хотели, как вы это делали. И мы же все вот такие. Поэтому, когда у нас друзья или родственники не понимают, просто мы до них не достучались. Ну, в 90 случаях. Там 10% это вот броня есть такая, которая вот, ну, когда говорит да, они всегда говорят нет. На белое говорят черное. То есть такие люди встречаются, и они считают, что это секта, и они считают... Я буквально здесь разговаривала с каким-то мужчиной, кто-то из моих партнеров давал телефон, ну, и говорит, что вот ребята, столько зарабатывают, сейчас на Гавайи поедут все. Он говорит, не рассказывайте мне сказки. Ну, что можно сказать? Ну, вот я верю в сказки. И когда в прошлом году, ну, были, значит, ну, помимо того, что вот деньги-то вот эти есть, здесь же еще и поездки вот эти, да, мы когда пришли, мы через первые полгода в Венгрию ездили. Но больше всего, что меня вдохновило, даже не в прошлом году, когда в Вашингтоне на ралли, а вот в этом году в августе, когда мы ездили на поля, когда мы были в Лас-Вегасе, когда мы были на всех этих заводах, когда я своими вот все это понюхала, я прямо вот так алой внутренне, я вот так себе помазала все это вот, ну, мне это так все нравится. Рексмон с нами вместе там ходил, без всякой экрана и все. Мы все это перепробовали. В каких это условиях? Вы знаете, наша, наверное, фармацевтическая промышленность, я думаю, отдыхает. Насколько там все профессионально, все красиво, за стеклом, как везде все чистенько. Нас там одели во все эти. Вообще, и нам потом даже, знаете, из вот внутренней части алоя суши делали, соусом и макали. Можете себе представить, да? То есть это все там столы накрыли. Насколько компания хорошо относится? Нас с одного штата в другой ждал самолет. Мы говорим, как вещи. Все, все, вас самолет будет ждать, вас туда. Мы жили в гостиницах Рексомона. Все. Вы знаете, несколько лет назад это, это вообще я даже представить не могла. Всего два. Да, всего два, два с половиной года. Мы встречались с людьми, которые 20 лет, 15 лет в бизнесе. Вы знаете, кто-то остановился там на каком-то уровне, 200-300 тысяч получают люди в возрасте. Ну им комфортно, счастливо. И слава богу, у них работает группа. Я разговаривала с теми людьми, был молодой парень из Швеции. Он был такой серьезный, у него банковский был бизнес. И он там в Америке в крупных банках работал. Мама его начала заниматься. И он смеялся. Говорит, мама, до два года и развалится. Но так случилось, что мама маленько набрала группу, и мама умирает. И бизнес как бы ему достается по наследству. И он в память о маме решил строить. После этого прошло 10 лет. Тогда ему было 25-35. Ребята, я не владею английским. Он говорил по-английски. Но были девчонки при Балтике. Такие классные тоже девчонки владели английским. И вот мы с открытым ртом слушали, как он все рассказывал. Красавчик. Как его любит команда. Он туда привез кучу своих партнеров. Он сегодня зарабатывает огромные деньги. Дом на Гавайях. Все. И он такой счастлив. Вот понимаете, вот я смотрю, а он себя тоже не видел в этом бизнесе. Понимаете? Вот много. И чем больше ездишь, вот эти истории слушаешь, видишь, что люди чего-то добились. А когда никто ничего не видит, ничем не интересуется, даже на такие встречи не ходит, он сдуется и начинает дальше. И вот сегодня, кто бы знал, что Россия начнет все-таки вперед идти. И вот тот же вроде Eagle Manager. Вот сейчас еще мало. Все, наверное, видели на сайте 5-6 фамилий. Но это только начало. Сегодня кто съездит, я позапрошлом году, когда мы пришли, мы тоже сразу сделали Eagle Manager. Но тогда была поездка просто на ралли. А сегодня это отдельная поездка. Это уже совершенно другое. Я была на Сардинию, но мне очень интересно именно с командой сейчас поехать, что я еду не одна, а еду с партнерами. Каждый из вас уже сегодня должен поставить цель. Единственное, что я хочу сказать, квалификация начинается, получается, она с мая, да. То есть нужно просчитывать. Подходит мая. Вот у меня многие партнеры не попали на квалификацию, квалификацию, потому что кто-то одного нового супервайзера не сделал. То есть вы знаете, что нужно два новых супервайзера, супервайзера определенное количество и новые коробки. То есть вот это все прочитали, записали себе и ставьте цели. Или у меня иногда, как бывает, да ну, у меня еще группы никакой нет, я буду так шаляй-валяй. С половины года подключаются люди, да, и бизнес пойдет. И ему чуть-чуть не хватило, вот у меня вот у Виттера Гришана чуть-чуть не хватило, расслабился. Как взять автомобильная программа, да? Вот кажется тоже, ну, что я там буду суетиться, когда это будет? У меня у брата была такая ситуация, он в один месяц делает 46 коробок, ну, что доделывать 4 коробки, да? У меня там не пахнет. А в следующий месяц делает 100. Подключилась вот эта Елена Березицкая, врач, и сделает 100. Вы знаете, как он локти кусал? То есть он на месяц, он сделал, конечно, потом автомобильную программу, но он бы ее мог на месяц раньше сделать, понимаете? Поэтому сегодня, как только у вас начинается движение в группе, ставьте себе большие цели и игл-менеджера, и на разделение прибыли, понимаете? Потому что, когда мы были, ну, вот в Америке на ралли, выходили люди с разных стран, сумасшедшие чеки, вот сумасшедшие выходят, у кого 7 детей, у кого сколько, кто 15-20 лет в бизнесе, 400-500 тысяч евро. Страшно было, казалось, вообще, и даже себя там никогда не представляло. И вот я еще не знаю, какой чек у нас, по крайней мере, будет. Пусть он будет не очень большой, да, но в любом случае уже какой-то будет. И те же мои партнеры, у меня уже многие встали. То есть вот на разделение прибыли уже надо сейчас планировать, даже если вы еще там не менеджер. Потому что никто не знает, кто подключится под вас, и может быть там с мая месяца к вам такая бомба подключится, и потом вам чуть-чуть не хватит. Представляете себя, как будто вы менеджер, и стараетесь наращивать обороты, и делаете. Что игл-менеджер, что разделение прибыли, или там общее количество коробок, чтобы попасть. Вот если вы это будете заранее делать, даже в этом году не справились. У меня есть кто вот по чуть-чуть не хватило. Но они уже посмотрели, насколько у них рост идет, и следующий год они будут, потому что это будет из года в год. Это, ну, действительно очень интересно. И вот, не знаю, вот я просто балдею от этого бизнеса, да, и мне так обидно, когда кто-то начнет, а потом сдувается, а сам хочет жить по-другому, хочет жить по-другому, но ему вот не хватило какой-то вот, ну, какой-то такой, ну, не знаю, вот чуть-чуть чего-то, да, веры в себя. Те люди, которые вас окружают, они могут вам все отказать. Ну, вы-то сами хотите или нет, вот в этом определитесь. Если хотите, то будет. Я вот вообще, конечно, так как я уже приехала сюда, в Питер, да, ну, вот еще маленькая совсем группка начинается, да, но мне очень приятно, что вот вас уже есть и разные, и вот если вы все все-таки, от каждого из вас будет что-то зависеть, долю, там кто-то скажет, ой, у нас там того, того нет, я всегда своим партнерам говорю, предлагайте, предлагайте, как нам улучшить бизнес, как нам проводить встречи, как нам что-то делать, и мы каждый раз что-то придумываем, что-то меняем, определитесь, в какой день вам будет тут собираться. Будет вас больше, да в конце концов можно снимать какое-то помещение, но эти встречи проводить. Вам, ребята, так везет, вот у вас здесь есть такие светилы медицины, если бы вот у нас, наверное, были, потому что мне вот с этим трудно, все равно, у меня есть какие-то врачи, но они еще вот от всего этого далеки, я вот побывала на Удадали, я вот сейчас хочу его в Красноярск пригласить, я думаю, что мы огромное количество людей соберем, потому что что-то там услышишь, что-то еще у кого-то, понимаете, тем более, вот я узнала, что вот у вас каждую первую, каждую первую среду, вот Антонова, там у нее что-то много, да, да, то есть человек, который вот в этой теме именно двигается, да, и она здесь, мне сказали, очень здорово о продукции говорит, обязательно надо посещать, но не просто самим посещать, а надо сюда приглашать, как бы своих людей, потому что, ну вы посидели, а вы вот представьте, каждый раз я должен одного человека привезти, и человек, вот поверьте, вот у нас мероприятия в основном запускаются все, будет здесь более-менее, я думаю, семинары успеха здесь будут проводить, понимаете, это же здорово, почему здесь сейчас ничего нет, потому что, ну вяло текущий процесс, все, каждый сам по себе, если мы все в кучке будем, да, будем приезжать, будем какие-то мероприятия, здесь можно и ваших лидеров, и наших приглашать, какой-то вместе там семинар успеха провести что-то, это обязательно будет, будет, ну зависит от каждого из вас, и не Питер виноват, никто, виноваты все мы, и я почему-то вот уверена, что у меня здесь обязательно будет хорошая группа, просто уверена в этом, потому что я очень сильно этого хочу, ну вот как бы в принципе вот так, может какие-то вопросы есть, да, вот правда, сами себя мотивируйте, вот мне иногда партнеры жалуются, там кто, я говорю, слушайте, кто меня мотивирует, меня мотивирует жизнь, моя жизнь, которая меня толкает вперед, мои дети, у меня трое детей, трое внуков, и я, ну не хочу той жизни, которая у меня была, не им, не себе, мне нравится их где-то баловать сегодня, мне нравится откуда-то приезжать им, чемоданы покупок привозить, я, ну, доставляет вот это удовольствие, было, у меня, я всегда всем говорю, меня муж не любит, когда я об этом говорю, у меня когда третий ребенок, дочь родилась, мы жили в съемной квартире, у меня не было пеленок, не было действительно пеленок, мне две, одна родственница и подруга дали, мне отдавали вещи, я радовалась этим вещам, поэтому сегодня у меня море всяких разных вещей, которые я дарю своим партнерам, и мне доставляет удовольствие, я говорю, не обижайте, иногда даже ни разу одета, я это сама прошла, и самое главное, я никогда не забываю вот то плохое, вот не забываю, я просто туда не хочу, у меня жизнь заставляет, я могу ночью проснуться, я думаю, думаю, строю планы, я плачу за своих партнеров, переживаю, если у них что-то не получается, но все зависит, вот каждый из себя, вот настройте, настройте, и давайте как-то вместе здесь, вот я говорю, и мероприятия проводить, я думаю, и офис не за далеким будущим будет здесь больше гораздо, поверьте, вот я говорю, мы пришли, Краснояр сделал 40 коробок, в августе мы вместе, две команды, уже как бы получилось, стали работать, сделали 200 коробок, уже появился офис, сейчас у нас второй офис, почти 200 квадратов, мы туда не внищаемся, сейчас нам компаниям, мы ищем еще офис, уже больше, потому что, ну, даже коробки у нас порой в зале стоят, потому что обороты, ну, как бы Красноярск, наверное, все слышат, он половину оборота российского делает, ну, просто потому что начали работать, мы приходили на такие встречи, по пять человек приходило, по пять, сегодня уже, говорю, так, двери закрываем, мы уже не вмещаемся, потому что люди вот так как бы стоят, время, вот два с половиной года, и поэтому, не важно, сколько вы в бизнесе, начните с того момента, с сегодняшнего дня может строить, у меня сейчас многие партнеры говорят, вот допустим, он в бизнесе, там два с половиной года, а он говорит, я еще только два месяца, как в бизнесе я начал работать, как принять решение, опять, если вам это нужно, если устраивать все в той жизни, тогда, наверное, ну, и хорошо, кто-то говорит, я не люблю общаться, да, я приведу телевизор, посмотрю, ой, у меня дети, внуки, вы знаете, у меня тоже внуки, но сегодня бизнес для меня приоритетный, лучше я своим внукам что-то куплю, чем я буду, сюси-муси, а я ему там и чупа-чуп смываю, я общаюсь, конечно, у меня есть свободное время, они приводят, больше у нас дедушка, наверное, конечно, общается, но я думаю, они от этого не страдают, не страдают, когда они мне там, я хочу то, я хочу то, и мне правда, когда-то, потому что у меня не было вот именно такого, я сегодня хочу, чтобы я была нормальной бабушкой, как вот эта тетя Оля из Казахстана, надо мной смеются некоторые мои родственники, зато, говорит, я бабка-миллионер, пусть я, а, говорит, ты, 99 у тебя не хватает, что ты вот начала этим заниматься, она такая чудная, говорит, ну, зато я бабка-миллионер, сегодня закончила у нее внучка институт, она и подарила машину, ну, я не знаю, где бы вот так как, а ведь сейчас дети, они засмотрят друг на друга, и они не виноваты в том, что, я не говорю, что их надо баловать, но мне порой обидно, когда заходишь в магазин, ребенок на кассе берет чупа-чупс, мама по руке бьет и говорит нет, то есть, я когда-то слушала одного тоже немецкого лидера, когда, говорит, мы зашли в магазин, ребенок выбрал игрушку в Германии, ее развернул, а там как-то если развернул, уже надо покупать, и он говорит, он устроил истерику, а я не могу ему купить, я, говорит, разозлился, его отшлепал, а потом вышел на улицу и говорит, ребенок-то не виноват, для кого игрушка-то это сделана, это виноват я, и поэтому я сегодня, я не хочу, как некоторые родители говорят, мы не жили богато, и нечего начинать, и пусть дети такие, я очень хочу, чтобы мои дети легче путь прошли, они меня не избалованы, я очень хочу, чтобы легче прошли, и сегодня та же дочь, когда я порой сую, она говорит, там мама не надо, она как бы это понимает, ей настолько все нравится, ни одно мероприятие, хотя у нее все подружки далеки от этого, то есть так случилось, что все родители очень обеспечены, им все покупают, они счастливы, это все хочет сама, и я, конечно, от этого счастлива, поэтому ради чего, может ради детей, может ради себя, любимая, я еще вот себя очень люблю, балую, и мне как бы начинает нравиться вот это, эти все поездки, все думаю, господи, ажи-то после 50 еще только начинается, это 100%, поэтому я многим привожу пример, когда, наверное, может три года назад я у нас в магазин зашла, и большой магазин, такой внизу в подвальном помещении, как бы черешню продавали, да, и бабушка подходит, старенькая, и вот так смотрит, что никто не смотрит, и хватит ее грязную есть начала, вот не хочу такой старости, вот 100% не хочу такой старости, и никому не советую, поэтому, невзирая, какой у вас сегодня там социальный статус, сколько вам возраст, какие у вас знакомы, мы когда здесь были, когда у вас вот ребята глухонемые строят бизнес, ну извините, о чем тогда нам говорить, когда они сидят на жестах, разговаривают, пришли девчонки молодые, а мы сидим, придумываем, да никто не хочет, да никому не надо, неправда, просто надо найти, если бы все соглашались, бизнеса бы не было, так или нет, надо найти таких, кто хочет поменять свое что-то в жизни, может у вас подключится человек, который просто на продукт, может, он кому-то расскажет, через него, вот у нас иногда бывает, ой, я не буду этого подключать, с него толку нет, а у него может список огромный, ты с ним садишься и говоришь, хорошо, ты сам не хочешь, давай мне людей своих, давай мне своих людей, мне нравится, я была на одной презентации компании косметической, просто специально где-то хожу учусь, и они, может кто-то и слышал, они делают маски бесплатно людям, и потом говорят, пожалуйста, вот вам листочки, если вы хотите еще раз прийти бесплатно, напишите 10 контактных телефонов, люди пишут, и им звонят, и люди приходят, пожалуйста, приглашайте на маски, приглашайте на доктора, человек пришел, нас любят же все бесплатно, то есть пришел, что-то его, вы угостили его чаю, может вот когда день аллоя, угостили, попробовали, слушай, может если даже тебе не надо, ты не заинтересовался, дай нам 10 телефончиков, обзвоните и пригласите, каким-то своим вниманием, то есть я всему вот этому где-то учусь, там-там, что-то для себя беру, и поэтому курочка по зернышку говорят, и обязательно все получается, поэтому вот у меня все, если есть вопросы, я, потому что я могу, знаете, сутками рассказывать, говорить, мне это очень нравится, да, ну вот, наверное, так надо. Субтитры создавал DimaTorzok,